Друзья, доброе утро. Да, Гару вас не бросит. Приветствую всех, с вами Гару, вы смотрите Ло Старк. Я вот думаю, Кензич Сенпай, я вот думаю, может посидеть, сюжет игры повникать, как бы всем насрать, какой левел я вкачаю. Но посидеть, почитать сюжетку было бы очень интересно, как ты думаешь? Сейчас давайте подождем, как подключится. Даже левел гнать я могу, я уже гнал левелы, но БТ Кореи, я знаю как это делать. Я вот думаю, может посидеть, сюжетку почитать? Повникаем как раз. Самый левел у меня там всего ничего. Какой клон Уилл Смита, ты о чем? Задница. Не знаю. Слушай, Кензи, я что говорю? Мужик, может быть это... Сначала начнем до сюжетка, почитаем, пока есть такая возможность. Давайте, кстати, эту штуку спрячем. Как раз между баннерами и так далее. Чатик. Да, посидим, просто вникнем, что у нас вообще в сюжете игры и так далее. Мазь пришла. Наелась на заднице? Ходил я и бегал с утра в магазин. Тогда давайте. Да, почитаем сюжет, потому что на ЛБТ мы все равно этого делать не будем. Привет. Сейчас вспомним, там, удалим этого персонажа. Создадим нового. Один день. Только вот чью сюжетку мы почитаем? Чью сюжетку мы почитаем. Магом я играл. Призывательница. Привет. Ну, призывательница и есть классический маг, в принципе. Я и играл, давай посмотрим. Давай я поменяю, играем за суммонера. И читаем сюжет. Попробуем вникнуть в сюжет игры. Не, аркана не то. Я хочу сюжет почитать. Привет, лисица. То есть, вчера мы как-то так, относительно быстро, квесты скипая. Я хочу почитать, что вообще в сюжете. Послушать, нормально посидеть. То вчера и музыка нон-стоп играла. Как-то с этими конкурсами, плясками, веселыми ивентами. Давайте посидим, послушаем, что вообще в игре у нас предлагают в плане сюжета. До суммонера я играл на втором тесте очень долго. Так что должно быть нормально. Тем более на релизе я все равно играть вряд ли буду. Мне вообще девушки нравятся с каре. Хотя вот это тоже ничего такое. Dark Elf. Есть вроде оригинальное ограничение. Но мы сейчас будем сидеть, вникать в сюжет. Давайте прям так и напишем. Вникаем в сюжет. Потому что это то, с чего я единственное, чего я не делал на Корее. Я не знаю сюжета игры. Так, мордочку давайте выберем. Вот эта мордочка мне очень нравится. Уши мне нравятся. Хотя... Нос, брови, скулы, челюсть. Блин, ну вот лицо мне нравится, а уши очень ленючие. Ну ладно. Тело-то... Тут готово идет. Думать нечего. Лапки-масси. Да, ну альф... ЗБТ не знаю, будет недолгим ли ЗБТ. А альфа недолгая, да. Вообще сегодня, как вы поняли, я должен был благополучно... Нет, ключей на альфу я разыгрывал их вчера. Четыре штуки разыграл. Даже пять получилось. Не, вру, шесть. Вчера мы разыграли ключей на альфу. И еще в пятницу будем разыгрывать. Сегодня вообще стрим неожиданный. Давайте послушаем все-таки. Я реально хочу послушать сюжет. В неразрывной связи поколений. Вникаем в сюжет вместе. В наших телах живут две души. Первая, новорожденная, юная. Вторая, дару. Душа древнего защитника Рохиндей. Ребята, вы один черт. Ваши души навек сплетены воедино. Благодарю Ардрена. Не, просто вы все все равно не будете читать сюжет. Вы тут послушаете. Давайте вникнем. Похоже, Великое вновь не появится. Сколько лет прошло. Я знаю, госпожа, вам ее не хватает. Я уважаю ее выбор, Абель. Скорее, дорогая. Твой черед. Удачи тебе. В добрый путь, дитя. С днем нового рождения. О, души защитников Рохиндейля. Кто из вас подарит свою мудрость этой юной волшебнице? Смотрите. Энвиса. Великая. Энвиса. Ты наконец-то вернулась. Тоже одна из руки бога. Владыка иллюзий, Аврель суд. Аврель суд, владыка иллюзий. Всем защищать королеву. А у механиста был Илья Дан. Поле Василинов. Бледная, жалкая тень в теле сестры. Ты пришла за мной, Аврель Син? Ты мне не нужна. Где Азена? Бегите. Спасайся. Ну, здравствуй, Азена. Как ты обошла защиту? О, так ты не знаешь. Ваше трево гибнет. Бежим ты, Эршош. Оказывается, в теле каждой эльфы-твари живет две души. Я не знал этого. А, не знаю, ну, блин, я, конечно, ненавижу эльфа-твари, но локация у них бомбезная. Тоже по-своему очень красивая. Это заклинание забрало все мои силы. Они... Они не восстанавливаются. Что-то отрезало меня от источника. Вот он, я чувствую его, но не могу коснуться. И, что самое ужасное, я не слышу голос Даро. Он умолк, словно у меня вновь одна душа. Рядом демона, а я беспомощно и не могу защитить ни себя, ни тебя. Здесь нельзя оставаться. Беги, моя девочка, найди других чародеев. Они тебе помогут. И возьми, я приготовил этот посох в подарок твоему новому рождению. Помни все, чему я тебя учила. Будь сильный. А теперь беги. Ну, у эльфов начинается с какого-то глобального традица. Что ты тут делаешь, дитя? Всех младших и неспособных к волшебству укрыли в садах. Беги туда, прячься. Здесь повсюду витает фетранийская мгла. Она сужает чародейское зрение так, что мы больше не видим источника магии. Забавно. То есть, есть эльфы, мужики, чародеи. Но что еще хуже, в ней теряются голоса наших вторых душ. Для зрелого волшебника это все равно, что ослепнуть и оглохнуть одновременно. Я не смогу тебя сопровождать, но я дам тебе своего манификса, Азуру. Она живой источник чародейской силы. Если тебе встретятся демоны, надеюсь, этого не случится, но все же. Ты сможешь прочесть заклинание и защитить себя. Беги, дитя. Спасайся. Потянись ко мне разумом так, как привык утянуться к источнику. Черпай силу. Впереди новые враги. Минзо-суммонеры по кайфу играть тоже. Ну, у них милота, да. А у варваров там, вы знаете что. У механистов. Там истории более такие взрослые. Монахов я не знаю. Там монахов она такая, как в стиле Джеки Чана. Китайский боевик. Да. Эй. Ты здесь, скорее, дитя. Садись в ладью. Она перенесет тебя в сады, там безопасно. Я надеюсь. Я задержу демонов. Окей. Посмотрите на задний план. Задний план их тоже очень клево сделан. Мы находимся, по сути, на вершине. Где-то. Кто здесь? Помогите! Мы в ловушке. Вообще, я сегодня должен был отдыхать после 12-ти часовых стримов вчерашних. Сейчас с 10-ти стримил до 10-ти вчера. Но магистра что-то у него форс-мажор, шарк не может и, короче, поэтому сегодня я с вами. Да, никакого отдыха. Я помню, не освободил. А, нет, нормально, освободил. Надо уничтожать его побеги. Новые трусы дали. Трусы. Отлично. Чувствую кристаллы магического контура. Тьма высушила их до последней капли. Я могу вновь наполнить их маной, если ты не побоишься отвезти меня туда. Трусы? Только как она бежит, краешек виден. Если присмотреться. Но мы же не такие извращенцы, чтобы так делать. Ну, это магические трусы. Зачарованные. Зачарованные. Играет. 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 не назывался на линейке 3 никогда был иначе торнелл но это вообще другая игра у тебя храброе сердце у нас не забывайте леса ведите себя прилично нас девушки из чате грязные извращуги и и и и и и и Ну это другая игра. Линучи Торнел закрылся. Впереди опасный враг. Будь осторожна. Привет, Дивен. У меня у Рутони чат нормально работает? У меня что-то количество зрителей не показывает. Ну так я его переподрублю. Ого, как владыка перемен Дзинча. Иди сюда. Она называет Силен нас. И я помогу тебе встретиться с ними. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Она говорит, ЛЯ! ЛЯ какой конь! Она закрылась И запускает новый проект Project TL Он же Project The Lineage И некоторые наработки из Lineage Торнелл будут использовать Но это уже не та игра Она закрылась Именно закрылась Чувствуешь? Скорее, это единственное, чего я не сделал Я не знаю сюжета игры И мы решили узнать, а в чем, собственно, сюжет игры и разобраться Послушать, посидеть, квесты почитать То есть у нас основная цель Разобраться в сюжете игры То есть Что ты здесь делаешь, дитя? Беги к своим в сады У меня нет времени Мы, кажется, пробились сквозь фетранийские чары Нужно спешить на помощь ее величеству Надо эту полоску донатную сделать Отключить музыку на этом стриме Тысяча рублей Привет, Герунчик Фетранийская мгла рассеялась в рельсут Теперь мы сразимся по-настоящему Королева Быстро опомнились Но все уже кончено Сдавайся, Аврельсут Ты в ловушке? Оставься деньчитка Магический контур заперт Ты так ничего и не поняла Я уже получила все, что хотела Душа Инвизы Нет Схватить демона! Что же вы стоите? Стихи уничтожат Рокендел Офигеть! Она украла одну из великих душ Которую, ну собственно Они либо слышат голос души Даро Либо Либо второй великий Которая должна была быть нашей Ни слова больше Мы здесь не одни Бедное, испуганное дитя Почему ты не укрылась вместе со всеми? Не бойся, девочка Магический контур Восстановлен в фетранице в ловушке Теперь им не покинуть Рокендел Мы отыщем и покараем Аврельсут и ее приспешников Отдохни, моя дорогая Отправляйся домой Позже, когда все успокоится Ты сможешь вернуться в Луаран Абель, нужно будет выяснить Кто не побоялся Отправиться к кристаллам И восстановить контур Я хочу наградить этого героя Так это же мы были! Мы герой! Девочка Рокендел Привет, Настя Нет, мы сюжет разбираем Сидим, сюжет читаем Вникаем Классно, не новый для меня Я на втором БТ за него играл На втором за БТ Тряпочку на юбку Только привилегированным особо Кошмарный сон Демоны Их полщили темная пелена Путь к мельничному холму отрезан Демоны, демоны заполонили Это ты? Я сразу тебя и не узнал Лицо в копоте Руки в ссадинах Что все-таки случилось в Луаране? До нас доходят только слухи Буду, Каин Демоны объявились разом и повсюду Лог усеян тотемами Источающими странную дымку Плутаешь в ней кругами Словно в ночи Даже к мельничному холму И то не выйти Хотя он в двух шагах Хотел бы я сказать тебе Что с твоими соседями Все в порядке Да врать не стану Нет у вас Нет у нас оттуда никаких вестей Вот, держи-ка факелы Ветер, огонь, вода Эти тотемы не берут Так может огонь справится Ляска Она орет реально Ляска Ну он так орет Пока морозища Жаба Какая-то матершиница Я вот согласен Осуждаем Я думал померещилась В этой дымке И не такое привидится Вроде лицо друга в тумане А делаешь шаг И утыкаешься В мерзкое кабанье Рыло демона Расизм Демонов Унижают Осуждаем Факелы Отлично Давай-ка спарим Эту пакость дотла Они еще и жечь хотят Да нет Она говорит Ляска Послушайте Внимательно То есть Ля А потом Так на выдохе Ска Ладно Будем считать Это эльфийским Девочка моя Жива Ну слава Кратосу Кратос? Тут есть Кратос? Тогда богов Здесь точно нет В этом мире Если вы понимаете О чем я Что же станется Смельничным холмом Века стоял Еще века Простоит Хоть мой Даро и был При первой жизни Простым садовником А дело свое Знал отменно Его заклятие Не только Яблони От тли Укрывают Я по его каске Прыгала наспорт Самой высокой Яблони И коленки В кровь Била Не переживай Милая И без дара Живут И ничего Вон Корнель Сосед наш Вовсе Церемонию пропустил Под своей Вечной Рассеянности Страдал Сперва Затем Привык И неплохо Справляется С одной Душой Ты бы Поговорила С ним Думаю Тут какая То Тайна Привет С возвращением Может быть Ты знаешь Что случилось И почему Мы сидим В этой Коясаде Невероятно Аврельсуд Энвиса Имена Из древних Легенд И пришла Война И в воздухе Запахло Гарью А земли И реки Обогрила Кровь Стихи Сбунтовались И восстали Грозя Уничтожить Рохендел Усмирить Их Были Бессильны Даже Духи И тогда Энвиса Лучшая Из чародеек Рохендел Отправилась В грот У корней Древа Элзавин Пытаясь Обуздать Бушующие Потоки Она отдала Всю свою силу До капли И с последним Вздохом Наложила На них Печать А сама Ушла В древо Скрепленную Этой Жертвой Печать Не разрушит Ничто Кроме Воли Самой Инвисы И никто Кроме Нее Не найдет Больше В ход Зачарованный Грот Моя Любимая История Ты знала Что Инвису Называли Великой В Рохенделе Не рождалась Более Сильной Заклинательницы Ни до Ни после Тебя Могла ждать Блистательная Судьба Ох Что же Я несу Не слушай Меня Не слушай У меня Вот Одна Душа И ничего Живу Что Там У самой Инвисы Была Всего Одна Душа И Прочие Народы Прекрасно Без Дара Справляются Айн Лох Сильфы Айн Лох Это Гномы Местные Сильфы И ведь мы не знаем Что с ними Лапки Масси Сами Отсиживаемся В безопасности А про соседей Забыли Как они там У механиков История Про Великую Катастрофу История По сути Приключенцев То есть Такой Духи Индиана Джонса А тут Волшебная Сказка Про Древнюю Волшебницу Интересно Вы целы Соседи Несколько Часов Назад Мы Видели С Утесов Как Мельничный Холм Взял И И И И Лица Земли Отправились На Помощь А тут Чистое Поле И Не Следа Деревни А значит Чары Ну Молодцы Спасибо Что Предупредили А ловушки У моста Тоже Ваших Рук Дело Поздравляю Демонов В них Нет Только Как это Расслышать Ляска Не Не Ви Там В МТГ Нет Гороша В МТГ Горук Дикоречивый Кто Успел Скрыться Кто Принял Бой Столько Крови Мы Не Видели Со Времен Войны Фаден Ардрена Приказал Нам Собрать Лилейник Так Много Как Сможем Унести Его Молочко На Время Притупляет Боль Увы Только На Время Они Маг Собирают Феи Собирают Маг Опи Умные Феи Доброго Фига У них Какой Маг Не Планировался Но Я Семь должен Был Отдыхать Времен Среди пожаров Бродят Демоны Мне Никак Не Пробраться Туда Чтобы Собрать Хлопчатник Для Перевязки Раненых Скорее Бы Пришла Помощь Ты Не Знаешь Селин Лаоранский Чародей Уже Близко Пойдемте Поищем Клопчатник Клопчатник Надо Собрать Жгут Сволочь Все Жгут Общий Доступ Да Ну как Общий Доступ Она Сейчас В Альфе То есть Ты просто Так Зайти Не Сможешь У меня Написано Что Идет Альфа Тест Вроде Большими Буквами Даже Так Что Поиграть Сейчас Ты Сможешь Только Если У тебя Есть Доступ Кальпи Демон Одного Убить Спасибо Тебе Селин Мы Бы Не Справились Сами Ты Поможешь Доставить Их Наверх В Крак Аер Хватайся За стебель И Ничего Не Бойся Ох Шетифеи Полеты На Одуване При Этар Слон Сюда Огонь И Смеш Горят Мы Будем Защищать Крак Аер Все Два Огонь Опомнилась Пожалеет Пожалеет Иди Иди В лазарет Селин Помоги Раненым Посмотри Сколько Сильфов Пострадало Сегодня Потому что Помощь Не Пришла Там и Предатели Оказывается Вернулись Бедные Бедные Где Что Что Остальными Магия Что Пристали Тема Из них Кому Удастся Выжить Уже Не Взлететь Сегодня Страшный День Для Нашего Народа Селин Почему Все Одет Как Проститутки Или Стриптизерш Мне Всегда Вопрос Занимает Неужели Это Удобно Что Вы Знаете О Ценности Жизни Селин И С вашим Древом С вашими Вторыми Душами У вас Впереди Века Наше Время На Исходе Когда Ты Последний Раз Видела Маленького Сильфа У Нас Уже Давно Не Рождаются Дети Мы Уходим Сильфы Сприганы Айн Лох Рохендель Наш Недолгий Приют Короткая Остановка На Пути К Забвению Вот Это Поворот Оказывается Сильфы Вымирающая Раса Этот Кэлпи Дух Стихии Один Из Последних Своего Рода И Может Быть Последний Демоны Схватили Его Собрать В Светилище Ветра Он Пришел За Помощью Я Не Смогу Отказать Помочь Кэлпи Надо Последний Из Рода Кэлпи Наклоняет Плоскую Голову И Внимательно Смотрит На Вас Кивнув Он Идет Краю Мостков Приглашая Следовать За Ним Ну Твари Хватайся Селин И Держись Крепче Ну Это Короче Фейл Типа Они Решили Не Показывать Этот Контент Тус 36 Понятно И Лучше Не Смотри Вниз Мы Пытаемся Сюжет Вникнуть Потому Что На ЛБТ Мы Сравно Читать Ничего Не Будем Это Уже Понятно Лучше Мы Сейчас Посидим Почитаем Спокойно Разберемся Что Как В Игре Кап Левел Я Брал Левел Топил Уже Мне Сейчас Интересен Сюжет Поэтому Мы Создали Нового Чара Мага Собственно Читаем Разбираемся Что Как Происходит Ветер Умол Идем Селин Ветер Отчаялся Истих Одуванчик Больше Не Взлетит А нам Нужно Подняться Еще Выше Время На Исходе Как Скажешь Буду Играть На Выхода Время Время Тут Неплохой Скилл Пвп Был Раньше Но Конь Конечно В основном Ловили на Коня Всегда Ему Ускорение Делаешь И Огненным И он Там Прям Такой Время Моментом Пролетает Так Демоны Тут Что-то Тусать Он Отк Отк О, 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 Поехали! Ой, бегу-то, бегу-то! Волшебные народы еще способны постоять за себя. Смотри, Селин! Что-то я не вижу. За Элимы? В смысле, за Элимы? Да, у моделек не сильно разнообразие. Но декорации, локации прорисованы очень хорошо. Небольшие полезны. Небольшие полезны. Видавшие виды одеяния. Короче, старое платьишко. Их кто-то выпускает! Слуги! Защищайте ловушки! Поодиночке Кэлпи слабы. Вместе они грозная сила. Как и все мы. Да, других игроков я встречал. Но на начало, да, он побольше части соло. До 10-го левела. Да и людей им очень мало на альпе пустили. Да и людей им очень мало на альпы пропустили. Вместе. да я не знаю насчет фпс арсулан я не выводил на экран фпс я не знаю меня с этим не запариваться он просит тебя подойти от 16 до 30 прыгаю я никогда такого не видела духи ветра что это значит мыска вы от 5 пинк вообще но тыс сыграем не пинг 31 миллисекунда более чем играбельно окрепший ветер рассказал мне о том что случилось в лаоране инвиса авриль суд как давно это было стихии уничтожат рахендель авриль суд хочет попасть в грот у корней древа элзавин и заставить инвису снять печать ее демоны уже проливают кровь оскверняя землю реки врываются в святилище стихий чтобы разгневать духов мне кажется ли задницу моей эльфики гигантская все будет как встарь почва растрескалась образовав ущелье который до сих пор шрамами рассекают материк а над водами поднялись грозные смерчи вот почему и они не до нас все ее чародеи сейчас ищут грот но печать не разрушит ничто кроме воли самой инвисы никто кроме нее самой не найдет больше вход только духи стихий что знают и чувствует сердцем плетение потоков переплетение там святилище келпи одарили тебя своим благословлением они чувствуют что надвигается гроза и хотят указать тебе путь они избрали тебя селин на ветра мало слишком слишком долг его поток и неизвестно где он сходится с другими тебе понадобится помощь всех трех стихий отправляйся в озерный край трех стихий у них три стихии о блин эти растения топовые вообще ты помогла нашему народу и я тебе помогу придется трудно бросить и семена в землю увидишь что будет мне не говорит хищная орхидея вырастает а 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 и и Чу-ля-шо. Это последний день. Мы хотели укрыться в озерном краю, но демоны повсюду. Их полчища. Мои друзья мертвы, а я... Нет, заклинательница. Я не стану прятаться в мельничном холме. Не брошу их тела на растерзание троглодитом и мерзокрылом. Не буду защищать их. Сколько смогу. Она в оригинале тоже говорила. Ляска. Решили не менять. Это эльфийский. Ну вот теперь пинг 16. Доброе. Уничтожь мир закрыл. Ты мир закрыл? Нет. Вот ты мир закрыл. По морде видно, что ты мир закрыл. Ну вот вспышку дали, по-моему. Хороший скилл, кстати, он встанет. Тоже для пвп. Контроли на пвп он фигачит. Я им раскидывался. Кто здесь в ловушке? Петранийцы или мы? Повсюду демоны. Нам не дать сюда. Но локации разные. Что вы представили? У эльфов такая вот сказка. Натуральная. Ну на альфы бобы нет смысла собирать. Никакого. Надо собрать три вида лумины, чтобы остановить Аврельсут. Храни нас Кратос. По мне так виды достаточно милые. Айнлох отказали нам в приюте. Айнлох набросились на нас. Едва мы перешли мост. Они не дадут нам убежище. Все кончено. Значит, тайн лох это не гномы. Много вас еще там в долине ручьев? Не волнуйся. В лох Фадане всем хватит места. Вот только расчистим дорогу. Аврельсут наложила чары на наших мужчин. И теперь они видят демонов каждым двуногом. Даже в нас. Силы есть. Бери катку и неси к мосту. Нужно облить полынной настойкой. Всю тропу до лох Фадана. Полынная вода. Это название расы. Айнлох. Отлично, Селин. Ступай в лох Фадан. Тебе дадут еды и покажут угол для ночлега в одной из общих хижин. Да, и возьми немного полынной настойки. Пригодится, если на тебя нападут базилески или мужчины. Настойка против мужчин. Что же это может быть? Мы умрем? Не знаю. Айнлох. Не сегодня. Но если кто-то наносил обиду нашему народу, он горько жалел об этом. Любопытно. Цветок растет в самой глубине жабьи и заводи. Король никогда не подпустит к нему. Хочу жабу. Помните огнежабу. Чатик. Дайте огнежабу в чатик. Если кто-то помнит этого славного монстра со 2-го ЗБТ. Не улыбнулась удача. В жабьей заводе обитает великолепный экземпляр Буфониды Рекс. Отменный выйдет трофей. Записка охотника. Никто не помнит огнежабу. Ну и все. Я, милая дама, охотник из Берна. Да не на каких-нибудь шакалов или куралисков. Нет. Простая дичь меня не интересует. В моей коллекции десятки редких и опасных тварей окрасий. От тагилистского и кобры до мутантов Орды Тайна. А рахиндельских экземпляров ни одного. Вот я и решил восполнить, так сказать, пробел. Отправился морем ужасная качка. Вымотался в пути и, поверите, едва сюда добрался. Рухнул и проспал 20 с лишним часов. Выхожу, солнце светит людно, все шумят. Стряслось вроде что-то. А что я толком не разобрал? Пожар что ли был? Видел, мазки обгорели. Одна девушка, Риана, подходит ко мне и говорит, мол, только не гуляйте уже объезаводит. Там живет озерный король. И я смекнул, это же Буфониды Рекс. Достойный трофей. За такой не жаль побороться. А побороться придется. Первый раз я еле ноги унес. Ничего, на шуферцкого медведя трижды ходил. Лекаря по кусочкам собирали. Однако ж теперь его голова украшает мою каминную стену. Вот отдохну маленько. Ох, нога-то как затекла и чернеет. Да тебе конец, чувак. Ритан, брат Ритона, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Надо исцелить Ритана. Все-то у вас в Рохенделе не как у людей. В других землях ясно. Тежели не на двух ногах и не говорит разборчиво, значит зверь дикий или тварь мерзкая. А тут король озерного народа. Соглашусь, пожалуйста. Все у этих эльфа-тварей не как у людей. Ненавижу охотников, Селин. Зря ты потратила на него драгоценную росу. Лучше бы утопила в заводе. Какая добрая баба. Иди на север. Владычица уже отправилась к святилищу. Надеется справиться своими силами. Мы, Айн Лох, не привыкли ждать помощи. Мы умрём? Не сегодня. Ты смогла достать росу. Скажи-ка, Селин, что с моим королём? Что ж, несколько подпалин ему не повредят. Мог бы в конце концов и устоять перед чарами этой белобрысой фитроники. Да, они какие-то сучки. Эти Айн Лох. Идём, пора развеять колдовство. Да, оттуда озвучка, по-моему, отличная. Зря ты. Почувствует, что её чары рушатся. Она пришлёт сюда демонов, чтобы остановить нас. Защищай меня и алтарь. Мало демонов. Не побольше. Ну, эх, уже посолиднее. Демонов. Да. 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 Мои силы на исходе. Помоги мне закончить ритуал. Сильфы. Спасибо, граф. А, сейчас поправлю стримлапс. Спасибо. 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 Сейчас стримлапс уберу. Сейчас стримлапс уберу. Сильфы. Демонов. Сильф. Продолжение следует. А, сейчас стримлапс уберу. Ну, ладно. А, сейчас стрим. Все поменял Блин, этот скилл на ешку, но на самом деле он офигенный Но его надо прокачать, без триподов он вообще отстой Привет, да, спасибо Да Я вчера покушать и сходить не мог купить Она знаешь как ругалась Сегодня вот с утра бегал Я обычно с утра не бегаю За едой, но вот пришлось с утра бегать В массе за едой Она ругалась Чары Аврельсут рассеялись Без некомня, что это сейчас произошло И что же там произошло? Хотел бы я знать Да Интересные дела творятся в Рохенделе А я уж было поверила, что Селин способен оказать Айн Лох бескорыстную помощь. Ладно, девочка, не красней. Ты вернула мне моего короля, и за это я тебе благодарна. Для тебя он, может, и не казист, а для меня мое сердце. Ее король это вон та жаба, помните, которого я убивал. Надеюсь, ты спасешь свою вторую душу. Я покажу тебе короткий путь. Коснись этого камня, и я перенесу тебя так близко к алтарю земли, как смогу. Вторая стихия это земля. Спасибо, Настя. По-моему, озвучка отличная. Все, Селин, дальше я тебя доставить не могу. На севере начинается вековечная пуща, а где-то за ней святилище, которое ты ищешь. Будь осторожнее, лес окутан фетронийской тьмой. Я чувствую ее смрад даже отсюда. Так, теперь идем к святилищу земли. Не, чтоб так его ломать. Да, с телами так не ломается. Демонические олени. Я в быду вчера переработал все опалы и все черные камушки. Получилось на тысячи заточек. Никак, если у тебя нет ключа, то ты не попадешь на бет. Никого не отбирали людей. Хижина Генделя. Ой, это же Генделя. Не видишь, занят. Не до гостей. Тьмою лес накрыт. Древние стонут. Сприганы как с цепи сорвались. Земля пульсирует. Больно ей. Переоделись чутка. Теперь мы в красненьком. И с наплечником. Но нормальные костюмы там с башни, я помню. Первый костюм прикольный был. А коли земля трястись начнет, надобно взять два листа дубровника, три пучка амэлы, горсть ягодь можжевеловых сушеных и толченый рыбий глаз. Поставить на огонь котелок медный и помешивая поминутно варить, поколу пузырьки полопаются и запах смаранды не уйдет. После же подойти к алтарю и возожгя пук спорыньи. Спорыньи? Ну а дальше не сказано. Взятый котелок. Взятые ингредиенты. Че, погнали варить зелье. Зелье приготовили. Ты опять сверкаешь тут голыми коленками. Чего тебе? Вот хоть кто-то! А ну-ка, пузырей нет и запах. Эка, выветрился. Как по книжке сварена умная девка. Глазастая, расторопная. Ну теперь все, кажется, готово. Поспешу в святилище. А ты посиди тут, наружу не ходи. Опасен сегодня лес. Что там сприганы? Даже древние разумы лишились. Один хум старейшина не подался чарам. Ты офигенный дед. Блин, ну озвучка отличная. Реально отличная. Да с задницы она голой сверкает. Тьфу, срамота. Ушастая. Хум. Тум, хум. Кто ты, маленькое существо? Помощница Генделя. Гендаль. Гендаль друг хума. Когда хум был моложе, давно в другой земле приходили люди с огнем. Хотели сжечь хума. Они долго кричали в клетях на ветвях дуба. Мои молодые побеги сошли с ума от боли. Мне тоже больно, но моя кора толстая. Я терплю хум. Там, за лесом, где встает самая яркая звезда, цветет тайный сад. Земля духов, тишина, покой. Однажды я уйду туда, и мое тело смешается с почвой, чтобы дать пищу новым росткам. Но не сегодня, хум. Не сегодня. Ну и тьма. Ни за что нам из этого леса не выбраться. Водит, водит кругами. Голову морочит. Пропали мы. Идти уже сил нет. Никто нас здесь не найдет. Глаза дельфики валяются рядом. Бестия вчера раздавал. За мастер коины и так. Да игра просто побегать, вот с друзьями поиграть, блин. Понимаете, вот я не знаю, люди говорят, вот там что-то мало, не мало. Ну, относитесь к этому проще. Я вот просто зайду с друзьями, побегаю там вот с Настей, Ритоном, может Лиса побегает, может Катя. Мы просто в пати побегаем, получим удовольствие и все. Серьезно, я играю в большую ММО, да, вот в Блэк Дезерт. Кайф получаю. Я не игнорю, граф. Сейчас я прочитаю еще раз. Прочитал только часть доната и так и не ответил. Как тебе анонсы? Ну, Джейди Найт надо брать. Единственный анонс, который я видел. Граф, я просто не видел Нинтендо Директ. Честно еще. Потому что я прочитал наши там вот. Те, кто смотрел, написали, что надо брать Джейди Найт. Или Джейди Эмпайр, как она называется. Сейчас. Видите, задница-то флудеры. По-моему, Джейди Найт или Джейди Эмпайр они написали, надо брать. А, Джейди Найт 2. Джейди Ауткаст. Сам я не посмотрел. Я вчера вот закончил стрим и лег спать практически сразу. Проснулся, меня обрадовали, что магистр там не может. Форс-мажор шар не может. Гара стрим. Ну, как бы, и в итоге я ничего не успел. Бегал в магазин, мастер покормил и вот стримлю. Это альфа только. Умаялся. Давно мне не приходилось ходить так далеко. Колени одевенели. Скоро сам пьем встану. А ты что здесь делаешь, голоногая? Сказал же, сидишь мирно, жди. Нет, следом увязалось. Голоногая. Дед вообще молодец. Не знаю, это граф заказывает. Нажми Donation Alert, там ссылки есть. Ладно, идешь так. Идешь, так и иди рядом. Не отставай и не трещи над ухом, как молодая белка. Сейчас отдышусь немного и пойдем через лук. Ну, я говорил, не очень сейчас удачно. Вот музыку, блин, с одной стороны с другой. Донат тоже нужен. Не хотите донатов, у меня вон есть полосочка. Отключить донатную музыку на этом стриме тысяча рублей не вопрос. Не будет вообще никакой донатной музыки. Ну вот, сейчас войдем. Держись смирно и побольше слушай. Зелья будешь подавать, тогда скажу. И не суйтесь. Земля суеты не любит. С ней покой по драву и тишина. К концу года выходит. Озвучка топовая. Перевод местами косячный. Я чувствую тюму. Такое же, как в пауще. Ну, часть-ка до пяти есть. Здесь были демоны. Хороший я со своим мешком с парынки и омелы. Не, косячный в том плане, что мне не нравится перевод неэсперт классов, а так все офигенно. Все, наконец музыка закончилась. Не хочу тоже музыку на этом стриме. Хочется послушать озвучку нормальную, вникнуть в сюжет. Музыка сбивает. Хотя, конечно, донаты я люблю. О, наконец-то скилл дали. Да задолбали подсказки, вот не получится отключить ужас почти. Попроси помощи у земли, чародейка. Она не откажет тебе. Ну, ребят, разные локации по-разному начинаются. Если вчерашний стрим посмотрите, я за механиков играл. Там вообще другой дизайн локации. Очень прикольно. Такой постапокалипсис. У варваров зима суровая, у монахов азиатчина. Донейшн аллерг, нажми, там будет ссылочка на трек. Графт труповый трек заказывает. Просто сейчас ему не очень место. Да я думаю, он сам понимает. Пока идет диалог, хочется послушать звук, музыка отвлекает. На альфу уже никакой норды нельзя купить, чтобы попасть. Только на бету попадете. У меня есть один ключик. Ну, я не знаю, работает он или нет. Мы можем проверить, ребят. Хотите, замазь коины, попробуем. Я правда не знаю, работает он или нет. У меня два ключа еще есть. У меня есть один ключ. У меня есть один ключ. Да. 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 поздно куда все москвы на дело работает всех работы он сейчас пройдем сюжетку начальную и попробуем один ключик разыграть за массе coin проверим работает не работает мне тоже честно не знаю работает от ключи или их там продублировали кому-то или андрей у меня есть ключики еще но месяца три гарантированно на несколько лет сомневаюсь пока а я тебя выходит не разглядел ты зла не держи уж больно я залез переживал доброго тебе пути да я сюжет прохожу изучаем тоска ну решил сюжет вникнуть посидеть послушаться почитать и для этого создал нового персонажа со старта все разобрать должна оба ты сам понимаешь не будет времени это делать и на он раньше мы этого не делать точно корейском играли ему ты не в мельничном холме что произошло я не узнаю тебя твои глаза они то серый будто камень то прозрачный как воздух то синий как озерный омут ты избрана духами ты идешь гроту скажи мне где он скажи лапки массе это не та битва которую выигрывают в одиночку я приведу королеву чародеев нет лапки массе избрана духами она сама справится в конце года леса опять по и орочи пишет в этого года в конце этого года спасибо за помощь но дальше не шагу вот-вот появится аврель суд нельзя чтобы она раньше времени разглядела ловушку там ждут обили наши лучшие чародеи когда придут демоны мы схватим их и освободим инвису тише чувствуешь дуновение воздуха кажется открывается портал по моему лучшим чародеем только что настал пиздец вы ни на что не способны без своей королевы ничтожество ты поплатишься азана скоро будет здесь она не даст тебе разрушить рахиндель и обиль погиб был марок это ее демон красавицы язык смотрите я займусь ей займись этой души душа эвелин я знаю много способов разговорить пленника хвостатый рогатый язык змеиный ну лучше чародеи сабелем погибли но только мы избранных сад духов сможем его остановить все окончено мы разбиты лучше из наших чародеев мертвы инвисии не продержаться до прихода азены если она сдалась и привела фитраницы сюда значит ее силы на исходе печать расколется и стихии сотрут рахиндель с лица земли нет донат шок недоступен сейчас ценю блин топовая картинка ну ладно виск ты старый пердун я тебе дам про тесте этот ключ работает у тебя или нет если чё второй разыграем протестирую его пм скину макоко есть да есть макоко сити хэр 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 бести бис блин за этой игрой следит уже несколько лет ему интересно а тебе так зайти на пять минут побегать иди 20 шмот точи Ну, отлично Тогда еще один разыграем Ты пришла, чтобы защитить печать Знай, избранница духов Ты не одна Ты камень, вода и грозовой ветер Мы рождены печатью и служим ей Веди нас в бой Смысла нету Нету ачивок здесь за сбор мокок Поэтому собирать тут смысла нет никакого На Альф Ну, сейчас и разыграем еще один ключик Разыграем за мать коина Еще один пятниц Да, блин, если Андрей Андрей и так намошнил больше, чем нам обещали изначально Но очень надо ключей Еще, еще Но я не знаю, какой стартовый Прошлые ключи куплены были за 70 массе коинов И за 58 Сейчас мы пройдем сюжетку И устроим аукцион на ключ А ты думал Люди под ноль сливали массе коины Чтобы купить Прикол, кстати, по-моему, купил за 70 массе коинов Да? Да, прикол купил за 70 массе коинов 10 массе коина сколько стоит? Дорого Курсы такой Очень не очень Ну, вот граф их по 50 рублей продает А так официально донатный Курсы у нас 100 рублей Один массе коин Либо один час просмотра стрима Один массе коин Это для олдов Спасибо Он, видите, даже за 40 евро продают Парень хочет купить Но у нас только вот за массе коины Только для олдов Не знаю, пока длится нормально Ну, например, у лисы есть массе коины У Кати есть достаточно массе коинов, чтобы купить ключ Но они не хотят Они в других играх Они ждут, когда что-то в BDO будет Розыгрыши какие-то Кто-то вот Настя покупала Маленькие легенды Се вчера В лоле То есть кто на что, короче, массе коины Тратит Ты ничего не изменишь Ну, Финни, вон, массе коинов тоже много Мортис 41 Ну, Фан, может купить Например У него тоже достаточно много Мужчины И тех, у кого много массе коинов Ну, 40 евро это отлично Но Принципы дороже Я не могу ключ продавать Это будет неэтично Я его разыграю За Масеку Я не так и обещал Масе спит Твои глаза мечут молнии Ты мчишься Как ветер Этого нету Отключили на Альфе Лавик Шагам вторит эхо скал Мне кажется Ты та Кого я ждал Глаза мечут молнии Мчусь как ветер А шаги Повторяются Шагам вторит эхо скал Ля какая мощная Чараудейка То Ну, надо демонов уничтожить Вначале Глаза мечут молнии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Демоны надолго запомнят мой гнев... Продолжение следует... 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 И гаммы там ворвались Ты ля какая Засрут, не будешь играть И все Те че это, запрещает просто поиграть Вот зайти, сюжет пройти в кайф С друзьями по данжн побегать Или что Мне вот ни капли не мешает Мне вообще плевать там На какой донат будет Я захочу я задоначу, не захочу не задоначу Я не собираюсь там в пвп Игра не про пвп Игра по выезд Знаешь, пвп потом появляется Но достаточно такое, ограниченное Поэтому в плане доната Что тут будет происходить, вообще насрать Как бы на этот донат не повлияет На то, как я с Настей и Блины Риты Буду бегать по данжнам Он с тем же клюханом Или бестией Вообще плевать Будем просто бегать по данжнам Своё удовольствие Без разницы там, каким мы пройдём этот данж В пьеру мы в 49 мячах Время над процесс Получаю удовольствие Какой можно засрать донатом Это Женя Аркейдж Здесь какое-то соревнование кланов предполагается Не просто игра другого типа Ты сильнее, чем я думал Но недостаточно сильна Смотри Как гибнет Бестия не могу нарушать свой принцип Тот, потому что мы знакомы Я сказал за Мася Коэна Давайте сюжет пока послушаем Ты отважная, сильная духом Готовая пожертвовать собой ради других Сегодня этого не нужно Ты будешь жить Прими мою душу Мою силу и мудрость Вставай Давай закончим эту битву Понимаете, Кристина верно говорит Иди точись Песа Настя Скажите ему тоже Скоро ваше древо высохнет И обратиться в труху Что это мы как бы из последних сил такие Бэкстап хорошо идет Скоро вы увидите Если я сегодня докачаюсь Вы увидите мега огненную жабу Я просто этой жабы Пвпшился на втором тесте Народ с нее просто угорал У смонер есть огненная жаба Обожаю ее Ляска Я проиграл Силю Уничтожество Эльфа тварь проиграл Жаба клевая На угарная Мы Уничтожили всех до единого Мы Люблю Нет Которая жаба Которая огнем стреляет Меня слегка задержала Авриль Суд Но вижу вы и без меня Отлично справились Да Инвиса Иона Что скажешь Ты Добираясь сюда Ты прошла через воду Землю И ветер Ты сделала невозможное Чтобы защитить Рохиндель Что еще я могу сказать Ты спасла нас Мы все у тебя в долгу Мы избранная Нет Стартовые классы Все будут Стартовые Все будут Все 12 Стартовых Классов Будут Не будет только Лансера Но он позже выходил Не будет Ассасинов Они тоже позже выходили А все стартовые будут Не склоняй Все 12 И я говорю не только о печати Пытаясь предотвратить Главную беду Я забыл о бедах Моих народов Сильфы Айнлог Сприганы Я нарушила данный им обет Я исправлю эту ошибку Лоранские Чародеи уже бьются С демонами И в Ветреном Логе И в Колыбели Ручьев И в Вековечной Пуще Скоро в Рохинделе Воцарится мир Но что творится За его пределами Думаю наш разлом Не единственный Тебя призывает Тризион Ступай И ничего не бойся Слушай голос дара Внутри себя Прощай чародейка Прощай инвиса Моя подруга Береги ее Чародейка Чародейка Ну где так персонаж Называется Даже в Ла-2 Так меня называли Персонажей Перфект Ворлд Китайская игра Это Тризион Граница миров Призма всего сущего Следуй за мной На свет Лыжи порядок нарушил И будущее миров Окутал туман Демоны Что пребывали Во тьме Фетрании Пробудились Они несут Хаос И погибель Только Одна сила Способна Их остановить Ну и собственно Выбор класса Аркана Арканаолог Призывательница И министрель Нормальный перевод Абсолютно адекватный Но как я и обещал Давайте Торги за массе коины Господа Торги за массе коины Кто хочет Ключик в альфу За массе коины У кого достаточно Достаточно массе коинов Сейчас подрублю Итак Друзья 20 массе коинов Стартовая цена Кто готов 20 массе коинов Заплатить За ключик В альфу Просто пишем Я готов Сейчас класс Мы сейчас продолжим Ребят 5 минут Я 30 Алекс Голдс 35 Ставит Есть ли у Алекса 35 Массе коинов Проверим У него 0 массе коинов И он Вообще Только Подошел На стрим Скув готов 20 Отдать Массе коинов Окей Кто-нибудь Готов Больше 20 массе коинов Отдать Ваша Ставка Кто-нибудь Перебьет Ставку Скувча 9 Тхэс Да У него Есть действительно Массе коины И он Дает Больше У него 31 Он даже Массе коин Дает ли Кто-то Больше 31 Дает За время Просмотра Стрима 1 час 1 массе коин Прикол 32 Есть ли у Тебя Прикол Массе коина Прикол У тебя Да Прикол Мортози 41 Массе коин Мортози 41 Массе коин Ну Массе Это имя Мои кошки Мы думали Как назвать Эти штуки И назвали Их Массе коин Перебьет ли Кто-то Ставку Мортози 41 Массе Коин Прикол Перебили Уже Кошка Как Не знаю Массе Как К этому Относишься Она Не Против Итак 41 Массе Коин Раз Ребят Донат Очень приятная Вещь Но я Не продаю Это Исключительно Аналог Твич Дропс Люди Смотрят Стрим И за То что Смотрят Стрим Получают Массе Коин А потом За это Массе Коины Покупают Маленькие Легенды В лоли Ключики Вот на Альфа Тесты Там Какие то Ништяки Для БДО Я сейчас Буду Искать Еще То есть Потом Наборы Будем Тоже За них Продавать Основателя Старт 42 Массе Коина У тебя Есть Да У него Действительно Есть У него 53 Даже Есть Массе Коина 42 Массе Коина От Старта 42 Массе Коина От Старта Есть ли Кто Перебьет Давно Мы их Вели Где то Недели Три Назад Три Четыре Недели Назад И так 42 Массе Коина От Старта У него У старта Нет Подписки Поэтому У него Ровно 53 Спасибо За Подписку И так 42 Массе Коина Раз 42 Массе Коина Три 42 Массе Коина Продана Старту За 42 Массе Коина Списываем С него 42 Массе Коина 41 Сообщение У него В чате Время Просмотра Стримов Достаточно Много Сутки Один день 4 Часа 12 Минут Просмотра Стримов И так Минус 42 Массе Коина У него Стоит Всего 11 И Сейчас Я Вышлю тебе Ключик Напиши Что Ни В чат Андрей Еще Ключей Просят Уже Поздно Ребят Уже Поздно Не вижу 44 Давали Уже Продано За 42 Поздно Вы Что-то Похватились Старт А вот Старт Сдэн Пишет Вижу Вижу Тебя Вижу Подправляю Личные Сообщения Лиса Скати Вон В БДО Ждут Когда я Что-нибудь Нарулю В БДО Они И Плюхан Для БДО Подписался Тоже ждет Там розыгрыши Старт Сдэн Отправил тебе Ключик Проверяй Випки Гохи Я не знаю На форуме Вроде Отдельный Розыгрыш Ключей идет Это надо У Андрея Сиротина Спрашивать Он кстати По-моему В чате Есть Вот у него Надо Поинтересоваться Там по-моему На форуме Отдельный Розыгрыш Идет У нас Завтра Еще будет Розыгрыш Для подписчиков Еще один Ключ у нас Есть Мы еще Будем Разыгрывать Но это Завтра Старт Напиши Все Активируй Ключ Проверь Все ли В порядке Кать Я не видел Что-то Писали Давали 44 Поздно Писали Пишут Там После Трех Уже Давали Все Не Видишь Позже Позже Говорят Написал Дивен Говорит Позже Так что Все нормально Сейчас Старт Напишет Что все В порядке Он Активировал Ключик И Мы Продолжим Со старца Я Старт Сдрена Я Списал 40 евро Андрей Нам тут Предлагали За ключ Представляешь 40 евро А мы Отдали За 42 Маси Коина Да 40 евро За ключ Альфы Сейчас 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 Ребята Мы продолжим Я просто Жду Коя Старт Отпишет О Такеши Сайт Спасибо За подписку Спасибо Нам еще Немножко Подписчиков Набрать Больше Больше Маси Маси это вот ульта будет призыв этого чувака нет в альфе карточная игра недоступна верховный творец и праотец младших богов он наполнил хаос первозданным светом и создал звезды и вечное солнце и окрасию мир божественного порядка но хаос противился руфиону в самых дальних пределах новой вселенной куда доносились лишь отзывки созидания появилась фитрания мир во всем противоположен противоположной окрасии и если над окрасией сияло вечное светило солнце то над фитранией зашла его тускло эхо красная луна творение темного бога икхарама на протяжении тысячелетий окрасии и фитрания существовали отдельно пока первый разлом не соединил их и не нарушил привычный мир порядок немало легенд сложно о тех временах и о великом даре руфиона ковчеге первозданного цвета лост арк потерянный ковчег а единственные силе их способны рассеять фитраний скую тьму последний раз смертные видели ковчег во времена второго вторжения но его судьба забыта а сам он утрачен настало время вспомнить прошлое многое забыто и почти не из наших в аркейдж никто не собирается но все же они есть найди их и не ибо тот кто следует за первозданным светом не одинок все геймплей гнал уже блин три года в этой игре люксейн я докачивал до 50 вы и дестройера и берсерка и призывательницу и дх чувак я в этой игре уже вот кап брал за все классы ну за 4 из 12 классов я брал кап и гнал левел да я сюжет почитаю людям вроде нравится сюжет читать вы уже видели этого жреца очередной проходимец н того жрец излечит ваша подагра господин тассет не найти это что жрец об котором все толкует странствующие жрецы хуже странствующих рыцарей эти только девушкам головы морочат а жрецы всем как точно опиум для народа этот аман чудо творец жрецы так у нас соответственно скиллы поменялись давайте скиллы изучим сразу чтобы ну заодно для тех кому интересно про класс я немножко могу рассказать фантомная сфера это основное умение по самым быстрым кул дауном всего 6 секунд такой себе урон 256 магического урона так себе вот это прикольный магическая иллюзия на изнурение первого уровня вешает но она по сути станет хорошая штука потом вот ветряные пташки у нас сейчас поменялась призывает стайку ветряных пташек которые летят в указан направлении 3 секунды каждая пташка наносит 102 единицы урона изнурение 2 плюс бэк атака и ее нельзя прервать эффектом ошеломления сработает вот так прикольная штука их потом огненными можно сделать так призрачный голуб это подбрасывает противник собственно эффект контроля тот же конь вот на жаба вот на манис игнис призывательница направляет в указанное место искру который наносит 83 единицы урона огнем превращается в игниса огненный элементарь в течение 15 секунд атакует противника нанося 172 единицы урона огнем ну и порыв ветра это просто отталкивает ну и вниз короче это жаба мы уже бы называли вот он реально жаба посмотрите на нее жабеныш неужели тот самый аман я думал он постарше жреца простенькая тону есть в чем пародия нормальный стихийный маг призывательниц нет идет альфа-тест не лжец а жрец признаться я весьма удивлен столь теплым прием как быстро разносятся слухи в леонхольде он прикольно видят боги у нас с верховным жрецом разные представления о скромном визите беги лола беги чё поконим вот что бывает когда скромный визит превращается в торжественный прием кому как не верховному жрецу знать что у ордена немало врагов надеюсь никто из жителей не пострадал и аман жрец ордена первозданного света и ваш должник а вы лапки массе редкое имя еще бы нередкая тоже странствуете вы явно не отсюда простите если я лезу не в свое дело верховный жрец говорит на тропе паломников не бывает случайных людей каждая встреча здесь это божественное провидение мне столь высокопарные утверждения чужды и все же не окажись вы рядом я был бы уже мертв увы у меня с собой лишь фляга воды и несколько серебряных монет это сомнительная плата за спасение жизни но если вы доедете со мной до олеанхольда даю слово жреца вы получите достойную награду нас кинут и дадут блин вместо денег знания книга лучше подарок скажут они слава чудотворцы опасно вы сами видели далеко не всем по душе то что я делаю нет более старый мой долг я ему следую как и весь наш орден скорее рейды есть до 100 на 6 и 8 по-моему игроков ковчег так вы искали до 12 странно это слышать иные скажут что вы и блаженны но это не так какого но ман один из главных персонажей конечно не отличная озвучка лошадь конечно призовая так скакать как она пробила вот стену деревянная она была крутой теперь я дважды ваш должник святой руфион да сколько же их не убирайте оружие ой ну смотрим он по-разному прокачивать мне нравится прокачивать все-таки через сумму на именно не на рашки а в россии нет не вышло это лепесток романах бывают второе нападение за день либо злопамятный лорд объявил охоту за моей головой честное слово его подагра неизлечимо я был попросту бессилен либо кто-то очень не хочет чтобы я добрался до леонхольда я должен поговорить с верховным жрецом встретимся в соборе искатель сейчас я за сумму нера играю но как на втором за бт но вряд я за него буду заходишь в игровой центр и у тебя становится доступна игра там будет скачиваешь в игровом центре клиент ло старка и все нажимаешь играть именем руфиона да рассеется тьма и я вижу вижу да благословит вас руфион вы видели невероятно не уж то бедняжка анна прозрела искатель прошу подойдите я обещал достойную награду знания вот высшие награды для искать за дыха мы будем на релизе играть скорее всего я думала золоте а может и дальше продукт посмотрим трениваешь своего спасителя аман напротив я весьма цену на тропе паломников не бывает случайно даст он 3 4 анриал ибо тот кто следует за первозданным светом не одинок я не понимаю ваше святейшество искатель понимает глаза аман присмотрись эти глаза видели свет три зиона старый жрец сразу понял что мы крутой я вижу в твоих глазах не только свет три зиона дитя тебе ведома тьма фетранийская тьма рассеять которую способна лишь одна сила я знаю ты ищешь утраченный ковчег почему игра называется лос-тарк теперь никто и не скажет был ли он на самом деле или его выдумали скальды и министрели даже в древних письменах расколотой хроники главные реликвии нашего ордена не найти ответа часть раз рассказывающая о судьбе ковчега утеряна еще во времена моего давнего предшественника климента первого прошлое молчит но и в молчании есть ответы вижу дитя мои слова для тебя пустой дым но я сказал уже очень много мы ведь не в приюте паломника чтобы болтать без умолку и рассказывать истории до тех пор пока правда не растворится в вымысле нифига нам и не сказал уже разыгрывал ангел это вы спасли господина амана да это мы такой клёвый чудесные скажи ка это правда что ты полсотни головорезов ну что на жреца напали в жиг жиг и того даже под пот утирать не пришлось крепкие значит нервы то не шалят это хорошо так вот что сделай одолжение пойдешь город от ищи бриту красотка волосы рыжие прямо огонь и характер такой что ого-го-го-го брита давеча про хризантемы говорила давеча так я цельную корзину торговки из-за горя конфисковал то-то было крика ты того передай ей скажи от меня стражник коррупция пользуется служебным полномочием ублюдок бедную торговку а обокрал нет каин идут всем зрителям у всех зрителей сколь старт страну он статс дэну не сабскрайбер он выиграл за мастер коины а идут всем по одному мастер коину в час как положено ну господин бород ну хитрец вот всегда он так весь такой загадочный запудрит новеньким голову а те и рады конечно всем хочется быть избранными а мне потом разбирайся с вами нормально что он тебе сказал происход ордена из шиакрии про историю лианхольда но хоть про расколотую хронику обмолвился нет вы только посмотрите его святейство совсем себя не утруждает с меня хватит я уважаемая дама владелица таверны возможно лучший таверна во всем артемисе они ходячий исторический справочник вот тебе атлас искателя читай и радуйся самостоятельно изучение так сказать руден чуть ли не каждый месяц в него правки вносит и переиздает глядишь общими силами найдете свой ковчег а с меня довольно вон карлу мучаете расспросами она искателем и цены на оружие занижает и доспехи в долг чинит ты атлас береги они теперь на расхват развелось вас искать и лучше в настоящем делом занялись оказывается тут внезапно оказывается никакой мы не избранный и священник тут всех так привечает идите говорит ищите ковчег прямо и налево ладно не обижайся я вообще-то всегда рад посетителям не думать что я злый не просто господин бород порой совершенно невыносим все-все не начинаю про ковчега я тебе не расскажу мне больше по душе баллады о рыцарях и принцессах а вот про наш славный город это всегда пожалуйста да стоит почему именно здесь жрецы первозданного света отчаянно сражались с демонами фитрании местные жители по сей день чтят подвиг героев ли он ход сейчас ли он ход похож на обычный город обрушить деревушками и фермерскими угодьями но он остается святыней для искателей мечтающих найти вытерянный ковчег ходят слухи что местные жрецы знают где он сокрыт пять рулонов мерцкого шелка за 10 говорят на господина амана разбойники на плане приворотными зельями не интересуешься любовь и зелья вам гляжу на внешность грех жаловаться и приворотные зелья тут без надобности так чего пожаловали работу ищите это как раз вовремя есть у меня один заказ срочный не втерпешь ему понимаете не откажешь как ему откажешь лавка у меня на самом людном месте прикажет перенести на отшиб плакала торговля словом раздобудьте мне шишки и листья хмеля отплачу слегкой это что еще за веник рыжая брита этот стражник нас к ней послал болван идиот дубина стоеросовая не хризантемы а хризолиты послал же руфион напарничка голова годится только шлем напяливать таких трудов стоило пристроить его в стражнике а он ни слуха выведет не может ненужную вещь достать хризантемы да убери ты уже этот веник хоть клумбу сунь чтоб глаза не мозолили засунем его в клумбу ты ведь тоже изыскатели верно я говорю напарник не нужен вычитал я в намедни в одной книге что у древних мастеров заведено было делать статуях тайники ставишь в пустую глазницу нужный камень механизм щелкнет плита откроется я зеркальцем в львиный глаз луч пустил а там полость точно говорю постаменте тайник льва которого когда поставили после второго вторжения хроника когда пропала после второго вторжения совпадение не думаю держи карман шире рыжую бриту не проведешь прикиньте реально ковчег окажется под этим постаментом это будет лулс на корее инфайтер очень сильный класс но он очень сложный какие такие скидки нет никаких скидок мы с руденом только на прошлый месяц договаривались дальше не уплочено коль вопросы какие валяй к нему помощники мне не нужны тем более пришло и знаю я вас отвернешься либо топор пропал либо кинжал либо ящик с деньгами обчищен а вот куралисковые перья приму по серебряному за десяток и смотри у меня чтоб без хитрости а то один тут забрался в соседский двор петуха щипал и приносит думал я куря от куралиска не отличу ишь ты ну ладно куралисков то куралисков чё нет 5 рулонов гердского шелка проходи мимо не видишь я делал да они знают толковый турист слава руфиону что собор уцелел когда-нибудь я вырасту и тоже буду путешествовать молчащих холмах шуметь запрещено я кажись разбойников видел так подождите а все правильно вот кстати все таки мастер бегает спрашивал про других игроков бегают тут мало мало а 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 я а а а бластеры ки мастер т так это не отдается на старт да это нога первый суммонерских не самый толковый мало очков требует можно раскачку сделать очень разную можно подойти суммонерские скиллы раскачку сделать жаба душит привет решили сюжет почитать и создали нового персонажа это неудобно дестройер бегает собирали тоже ким мастер вот не мудрость древних к набираешь ее можно спец умение использовать прикольные нет нет создательники другая смайл гейт делают нинцы софт нет управлять нельзя жабы это лишь один из суммонов потом будет больше разбойников видел можно ее как суммонер делать но там своеобразно все очень но не очень эффективно хотя есть там один из билдов такой для пвп но именно суммонок на молчащих холмах шуметь запрещено там фамильяр призываешь сейчас где он берег вот шинти призываешь он на ускорение его качаешь потом фигачь аквандер прикольная штука кстати но потом кармункала спамишь где этот цветок а вот хищный сад цветок призываешь призываешь идиница призываешь короче суммонов они мучают противника сам ты носишься с бешеной скоростью и тебя догнать не могут и типа таким образом душ суммонами но это своеобразный билд не против не вроде не против всех классов так скажем нормальные мобильные классы ты их так не убьешь так сайт квесты я понял они не особо любопытно а вот основную сюжетку будем читать это один из вариантов второй из вариантов это раскачиваться под вот эти стомпы и так далее ну под мудрость древних получение мудрости древних набираешь господин руден поступь о шо кто будет смеяться офигенная вещь с расколом брони обществу искателей ковчега конце года или просто искателей и мой первейший долг наставить новичков на путь истины и уберечь их от опометчивых поступков каждому искателю положено иметь при себе атлас компас подзорную трубу и здоровый энтузиазм повторяю здоровый а если не здоровый вычеркните из атласа записи кормака однорукого пробоющий лес ковчега там нет а кормы кормок отныне безрукий отлично такс с этим порешили теперь разберемся с вашими наклонностями вас кому больше влечет к раскольникам или окраинникам святой руфион но не смотрите на меня так видите ли внутри нашего общества есть скажем так общество поменьше окраинники ищут ковчег дальних уголках мира а раскольники здесь в леонхольде ваш покорный слуга из числа последних так голден болс у тебя коинов сейчас скажут голден болс ты только пришел на стрим у меня нету вообще записи о том что ты смотришь не знаю он ноль пишет ноль минут мы видим что утерянная часть расколотой хроники которые так ревностно оберегают жрецы укажет путь к ковчегу они наверняка где-то здесь мы пытались восстановить тексты по тем фрагментам по тем обрывкам строк и слов которые остались на получилось сущие ерунда а молодые жрецы стояли в уголке и хихикали над нами да эти жрецы не так просты но и мы не лыком сшиты ну вы определяетесь а пока определяетесь можете осмотреть город свежий взгляд порой подмечает то что не заметит взор искушенного наблюдателя не сломались но это видимо сейчас не начисляется на этом стриме видим не начисляется потому что опять что-то у twitch поменял настройки этого чата и рутони не подрубается сейчас попробую рутони перед перри запустить ребят в рутони чат чечет поломалась поэтому сейчас не цепляет он даже не показывает несколько зрителей на стриме понимаете смейте сми заметили что-то алгоритм собрался канал скачет ничего да вы весьма наблюдательны льва на постаменте я сам вижу это к вашему сведению памятник героям павшим сражениях с витронийскими демонами вы атлас то читали нет атлас недоступен на альфе не читал а я вот недавно приметил каменного жреца который справа у входа в собор больно хитрый прищур я в ночи простучал его кодила она то полая уж не там ли отколовшиеся часть хроники недаром говорят хочешь что-то спрятать спрячь на виду надо обсудить это дело с натаном вам бы тоже с ним пообщаться он искатель опытный дурного не посоветует искатель рана нет я же говорю не считает он сейчас потому что сломался 4 начать так уже был один раз сейчас их не начисляет мойра продала прелый табак и хоть бы хны а мне с этой гнилью на север там хорошего курева днем с не сыщешь а ладно сам пожадничал мог бы с утра прыгнуть в портал до берна закупиться и обернуться к полудню теперь поздно плакаться но выкладывай что у тебя а очередная блажь рудена пусть проспится а то ему каменный лев начнет скалиться я ему давно сказал в лианхольде правда нет как и в ногах если хочешь найти ковчег придется добраться до самых дальних окраин мира и мы доберемся иначе на что нам порталы за табаком бегать они разбросаны по всему свету одни заросли дикими лианами другие засыпаны снегом или скрыты под водой мы не знаем наверняка кто и когда их сотворил но знаем что они могут мигом доставить тебя из одной части мира в другую если их озаряет солнечный или лунный свет чуешь к чему я если свет озаряет без ковчега тут явно не обошлось давай попробуй для начала просто осмотрись отметь портал на своей карте приноровись стоять ровно по центру а то была у меня знакомая фиона стояла всегда криво косо однажды словом жуткое было зрелище до первое правило ты уже знаешь телепортироваться строго из центра если дорожишь конечностями второе правило четко произносить название другого портала чуть его переиначишь окончание сглотнешь слова местами переставишь и руфион знает куда тебя занесет ладно не боись наши порталы не так работают вон думберт порой лыка не вяжет а долян хольда добирается как поутру нашли его прямо здесь храпит заблудыга в обнимку с гусем а гусь огромный в наших краях такие не водится донберт как очухался все клялся что хватал ковчег они гуся ковчег как же ты еще вот что учти за используя портала взимается плата символическое ясное дело пользу нашего общества нам же надо на что-то новые атласы печатать и порталы в порядке содержать мы не министрели которые один раз дудку купили попиликили на ней из-за дарма переместились куда им надо взять хотя бы селину я и говорю тебе смерть тебя смерть дома не застанет она на своей лютне при побринчит и поминай как звали только успевает записки на дверях цеплять вернусь тогда-то буду такого-то новые лица интересно как там мэри новые лица как вам гаро новое лицо в ластарке ох на там что он в этот раз наговорил дай послушаем селину я тут все не знаю человек но страшный ворчун и абсолютный невежда если бы он пролистал летопись окрасе он бы знал что наша музыка это великий дар особый язык на котором смертные общаются с богами она и порталы пробуждает а не свет это на тану всюду свет мерещится а непременно и непременно первозданный мы министрели тысячелетиями храним древние знания и делимся ими лишь теми кто достиг истинной гармонии он должен быть упорядочен как нотный лист а мысли спокойно и мелодичны попробую исполнить самую простую мелодию нам стали доступны песни возвращения чтобы из данжи выходить вообще в игре огромное количество песен и их надо будет открывать что попадать скрытой данжи и так далее я помню как я песни соблазнения искал это вообще забей там корабли призраки надо убивать чтобы ее получить еще только не делать слишком много фальшивых нот но это дело техники постоянные упражнения в музицировании непременно возвышают человека только если он не совсем обделен природой ты и главное практикуйся и не теряя веру вот и я верю что во времена второго вторжения именно музыка спасла наш мир от гибели когда казалось что демонов фитрани уже не остановить славный рыцарь лютеран протрубил в боевой рок взывая к помощи богов боги молчали но на его зов откликнулся эвер грейс первый хранитель порождения хаоса и первозданного света в чьем логове на краю мира были сокрыты части ковчега неужели ты даже эту легенду не знаешь а я натана невежды называю как вас таких выскатели принимают ты если читать не любишь поброди хоть бы по молчащим холмам рассмотри барельефа леохара зря что ли каменщики с них пылинки сдувают ну все нас тут всех идиотом называют пойдемте барельеф смотреть разбираться сюжете то есть я игру уже вдоль и поперек блин прошел изучила единственное чего я не разбираюсь от сюжете и сейчас я бегаю читаю квестики и это интересно он реально неплохой да будет милосердие читать ребят слух не надо читать это задрожает холмах шуметь запрещено и окажись разбойников видел новый лианхольд возвели южнее старого города до второго вторжения он стоял на этих холмах и людские голоса не смолкали в нем даже ночью теперь здесь говорят только камни ибо камни помнят все эти руины помнят крикливых торговцев голосистых площадных артистов смешливых детей а к северу отсюда руины первой часовни они помнят еще больше помнят первых жрецов нашедших пристанище в этих землях и основавших священный город барельеф и мастера леохара не настолько древние но они помнят историю великого вторжения он был выдающимся мастер леохар мы каменщики свято чтим его память и оберегаем барельеф и ибо в них увековеченная история нашего мира давайте узнаем историю их мира много веков назад между фитрани и окрасии открылся разлом демоны вторглись в наш мир и началось великое противостояние много да мощный барельеф много узнали я уже знал что демоны вторглись все могут инструментах играть все могут демоны фитрани наступали уничтожая все на своем пути смертные взывали к помощи богов но те были глухи к мольбам спасти окрасию могла лишь одна сила ковчег первостанного света раздавал я уже сегодня раздавал ребят ключик за массой он уже разыграл на ключик забытое ничего не стоит у меня самого их 10 штук валяется буквально нет огородов нет но осталось что надежды нет на поле битвы появились 7 героев Эсто. Так их назвали позже. Именно им хранитель Эвелгрейс доверил Ковчег. И это переломило ход войны. Сюда! Последний барельеф Леохара. Демоны Фетрании были повержены. Верховный демон Козерос заточен в недрах острова, название которого никто и не вспомнит. Так же, как никто не вспомнит, что стало скончательно. В Акрасии на долгие годы воцарился мир. Мир, конец которого близок. Фетранийские демоны снова проникли в наш мир. Слухи о них доносятся отовсюду. Мой долг защитить этот мир. Долг всего нашего ордена. С первых дней и поныне. я пытаюсь вспомнить когда следующие навыки откроются манерский не минуты такое а ты кто вообще чтобы я тебе про господина амана докладывал может он в речную долину ушел а может по первой часов не бродит какая разница в долину я тебя не пущу а в часовню сам руфион как там распоряжение господина бару то сказано вход в первую часовню закрыт всякому чьи помыслы нечисты душа преисполнена злом а сердце алчное черство хотя мартин и ролан только и думают как бы покутить ты нажиться и каждый день часовню дозором обходят но до свято место пусто не бывает левый ляп жабу покачаем я не помню так живая бомба неплохо эх не минуты такое да будем делать же бистера после того как и вниз исчезает сила атаки призывательниц на три секунды повышается на 30 процентов после того как и вниз исчезает призывательниц восстанавливает маму пусть так и вниз исчезает эх не минуты покоя не такое себе на самом деле ну ладно возьмем допустим вскоре на восстановление эх не минуты такое так сайт квеста ладно чего статы показать ну они перевели их своеобразно он жабеныш пошел душить так но интеллект выносливость основные характеристики но тут вот надо смотреть тут очень много дополнительного урона по разным самым целям даже по новым богам древним богам и высшим демонам параметры уклонение параметры уклонения сопротивление свету тьме земле эффектом они не до конца их перевели оглушение они перевели просто не видно это эффекты скорость атаки то есть ну различные резисты их очень много гравировки тоже на текущий момент не показаны жабы души но письма собрать блин да одни боты на стриме забыто можно будет вам попасть ну там на забыто очень много будет розыгрыш что такое мозжок но это не забыто это альфа на не забыто на а 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 все время будет вайп пока выигра в буты не выйдет будет вайп так от свечи умение какое о цветочек будет от топовой минуты такая цветочек топовый спасибо вам выручили ну там просто письма нас просил доставить сейчас основную сюжетку дальше будет слушать да это нормально до тиране всегда так это нога а оши заклинательница призывает древнего колодца который оставляет след выбранной области у каждого класса в лостарке здесь вот посередине есть панелька уникальных умений у арканы это карты призывательницы это различные древние духи маргул нога оши полет феникса там да зель и грейгель все она призывает древних духов накапливая за использование умений вот эти вот мудрость древних на каждое умение нужно какое-то определенное количество мудрости древних нога расходует 3 могул 4 моргул феникс 5 то есть ты их накапливаешь и там на некоторых умениях есть увеличение накопления на шмоте есть увеличение накопления в общем у каждого класса своя механика у демон хантера это переключение оружия например почему на тп значок аркейджа не знаю это не значок аркейджа тп это телепорт он видимо имеет ввиду ищите плиту с буковыми жабскор вызываем там расправиться с ним я люблю как суммонером играть класс доход . 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 всех перебили ну-ка обернись раны или ссадины есть срочно промыть вон один парнул мартин и ехидна так хрипит мол сам не убил ты много дождит ну гад надо бард предупредить не ровен час еще набегут пусть собирает людей а я в город к мэри надеюсь она противоядие не хуже приворотных зелий варит и вниз на 15 секунд сейчас проверить до 15 на 9 секунд нога я уже ответил чья лошадь нога нога древнего колосса оши написано же поступь оша древний колосс нет я не врываясь в поя в пою нас вообще играет магистр не минуты такой возможно он будет врываться я не разбираюсь нашелся господин оман разбойники говоришь разберемся в молчащих холмах веками не шумели и теперь не будут всех поймаем и отправим под суд какой служитель закона у нас интересная игра только ребят капитана ламбера северного аванпоста подтянем и куда те разбойники денутся такая-то сайт квест пехни минуты такая насколько жаба призывается 15 секунд короче можно продлить на 3 секунды такой как скиллов мало но жаба потихонечку начинает душить локализация шикарная вот тут я могу наверное впервые сказать что в восторге от работы наших издателей в плане локализации всего божественно так сайт пласты по-прежнему там и куры фаршированные и ветчинка с деревенским сыром и кисель ягодный а у нас на обед прелое яблоко и холодный пирожок с кислой капустой пирожок с капустой разве это годится никуда я своих ребят не поведу пока нам сносных припасов не поставят пехни минуты какой я 16 на 9 у меня монитор конечно сложно пирожки погреть суровные суровые войны готовка не для них проходи мимо не видишь я делом занята но на rtx вообще игра лучше ламбер мог бы сам ко мне заглянуть а то как стал капитаном или кто он там так весь такой занятой футы ноты куда там какой ламбер зенитей секунду я вчера для это для него мясной пирог испекла грибочки маринованные достала заморской пастилы нарезала а он снова не пришел только обещает на забирай не пропадать же добру ты только скажи ему что делина нет лучше ничего не говори вот это топово грибочки маринованный пирожок мясной дай-ка взглянуть славная карта такую бы карту к доске на площади прикрепить чтобы приезжие сразу видели где поклониться руина первой часовни где рассмотреть барельефы мастера леохара а где бюстик стефана благословенного прикупить на память раз уж так надо надо брать с каменщиков в мзду за эти бюстики казни опять же польза ступай прикрепи прикрепим чё нет там вот правильно видишь 5 рулонов бердского шелка за 10 медиков по правилам несения патрульно-постовой службы солдат во время дежурства не должен выдавать себя дымом огнем или ярким светом также не рекомендую пованивать всякой снедью и табачком так что пусть не гонят а службу несут а они вишь на харчи пробила захотелось солдатиком полетели к ламберу да камер не крутится приблизить можно но крутить нельзя то есть вот так можно ну а эх эх ты лина не понимает что ли что у меня служба ладно бы мне насолила так она всем ребятам аппетит попортила а в нашем деле без аппетита никак вдруг война а мы голодные эх действительно опять же если я к ней постоянно бегать буду кому же молчащие холмы охранять ну вот скажи не прав ли я что ли конечно прав вот и я говорю а только некогда мне свою правоту доказывать вон бернер говорит бандиты уже вплотную к нашему аванпосту подступили чувствует себя как дома лагерь разбили награбленное в кучу сварили ничего не боятся привет хэдвик вроде как из той же шишайки что и в часовне мы их про себя отравленными кинжалами прозвали знаешь ведь что с мартином творится гнойные волдыри и кровавый кашель разделаться с ними надо ради мартина сначала говоря порешить а потом и мелкую сошку сурово по военному я кажись разбойников видел я кажись разбойников видел жаба настало твое время плохо и и и и и и и и и конем можно контроль и продлять этот хав богомерзкий эльф от лучника наплечник попрос ты чё на жабу наехал люди урмака прочесывают восточные руины горбаш ищет в речной долине им нужно время оставайтесь в лагере отвлекайте стражу так вот бандиты здесь просто отвлекают сразу а главарь зале поисками чего-то я-то думал расправимся с главарем и дело с концами мелкую шваль быстро разгоним она вам как обернулась отвлекает они нас я отправлю ребят в речную долину а ты наведайся в восточные руины есть но на ру на старте не будет ассасинов ты наведайся за ними восточные руины за ними старый каменщик приглядывает как его хайн может разузнаешь у него что там да как прежде чем в руины соваться тут же сайт квестов насыпали восстановить статуи и уничтожить каменных големов инвиз есть у хавка нет у него есть темнота эффект ослепления на скиллах но инвиза как колочит не припомню нас ассасины есть они роги есть нет инвиза и стелс я не припомню в игре на антре будут короткие снуки джоба я нормально сил наберу только когда всех петов получу у которых можно вызывать смонов камни только жабы из призывных есть вообще он элементаре огня и игнеса зовется но я его привык жабы называть скорее будет жабы как же это можно руку на памятник поднимать все ходят горланят немолчащий хаван какой-то камень материал хрупкий его точит вода истончает ветер а теперь еще и эти я чтоб их мы столько труда вкладываем чтоб сохранить для потомка в старый город и ради чего что в нем ошибались головорезы действительно молодежь то хамела и ради чего вон их сколько за мостом да повсюду я отправил посыльного в город за подмогой а теперь думаю уже не на смерть ли мальчишку обрек вы молниеносно хватаете рака чуть не очень молниеносно по моему блюдо из раков че дает силу атаки плюс 3 попрет возможно так здесь должны искать бандиты шлятся да она сейчас говорю не работает с тем начисление тонич от сломалась twitch поменял алгоритм он даже не считывает сколько зрителей на стриме а twitch поменял опять алгоритм починит течение дня а что на этой плите намалевано то так никто же не знает курят и башка найди то не знаю чего хоть бы бюст какой богини завалялся и швы думал сказали ищи плиту зачем бюст болезнь богини то тут у нас скребется урма убить мерзкую крысу живо сам ты крыса такого крысы назвал я какой конь жаба гора их лучшие ловушки по земле оставляет видите мы все в краю мучились на жаре скоро заново отстроим этот сраный город за хорошо ходим долине речка есть окунешься в водичку и вроде как полегчает и да я могу там дыха перейти от просто хочу сюжетку послушать что тут и как происходит что мы вообще делаем а дождь ламберу да через мыл видят боги непростая это шайка раз даже жрецы всполошились прислали своего я ему говорю в долине еще опаснее чем здесь мы же не знаем сколько там бандитов дождись говорю пока разведчики вернутся а он ни в какую поручение у него и все тут а вот так ну это фраун понятно про кого новое умение дали это топовая тема цветочки вместе с жабой короче на разваливают кабины панда потому что сейчас не работают как twitch опять изменил алгоритм чатру то не час мы считаем и время просмотра чире от его святейшества такое поручение что должно выполнить любой ценой да не надо меня спасать это мой долг как вы меня не поймем как вы не поймете вот прочитайте книга проповеди страница 7 истинный жрец не оступится перед опасностью если того требует долг ибо бесстрашие заменяет живым бессмертия за меня не стоит переживать а вот за дедушку мэйдока мне неспокойно он еще на рассвете ушел к большому перекрестку брата моего проведать эдмар там коней держит перекладных для путешественников там и живет обычно дедушка в твое время такое время уже возвращается но что-то его не видно только шаманы треклятые расхаживают и камни заклинают как бы не было среди каменных изваяния моего дедушки ну окей это сайт квест уже и а а и и и и и и и и я кустик 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 и акустик кустик но если играть через суммонов то это выглядит именно таким образом просто вызываешь кучу разных смонов и они начинают яростно долбать жабы цветочки потом будет большой такой чувак я кустик 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 это альфа приветствую и Продолжение следует... Не, она клещит Ляска. Привет, Гара. И как тебе? Мне очень хорошо. Мне игра нравится. Ну, мне и раньше нравился, сейчас нравится. Мне по кайфу в неё играть. Так, это проходняк. Клостики. Коня дадут первого. Скоро. Как-то нападёт на балдашникам. Хрячь и по лбу. Да, я не собираюсь бросать. Я буду играть. Ну, и в Лос-Тарк буду поигрывать. Ну, так же, как я в ТФТ поигрываю. А в камень я и сам могу обратиться. Тут никакие заклинатели не нужны. Плащ у меня, видишь, какой. Из Рохенделя. Я им обернусь, и точно валун стоит, а не дед Мейдок. Такой плащ от любых глаз укроет. Я по пути сюда так и сделал. Гляжу, на меня орава идёт. Горлопанят, ругаются. Хулиганьё. Я возьму, да и притаись. Возьми, да и притаись у дорожки. Дождался, пока не в лесу. Скроется у забытого тупика и дальше пошёл. Нет, ни разбойникам, ни зверью лесному меня не взять. Старик Мейдок по этой долине уже 90 лет ходит. И ещё столько же будет. Только вот отдохну чуток. А то поясницу прихватило. Мушлый дедок. Следующий левел, который мне нужен. Вестник буря, это фигня. Шаровая молния не то. На 20-м дадут Кормакула. Только на 20-м. Досадно. Сейчас я дойду до того же места, где вчера ДХ остановился и устроим голосование. За кого дальше продолжать? За ДХ или за этого? За Смонера. Ассасинов нету. Сахарок есть? Эти шельмы его жуть как любят. ДХ и Демон Хантер. Ой, блин, не туда свернул. Дурак. За БТ говорят, что скоро относительно. Когда точно неизвестно. Вот он ДХ. Тоже парень бегает. А вот заказ песен, да, работает. Только я просил вас песню не заказывать. Но вы, ксмарю, добавляете. Суслик, потому что не надо музыки. Давай стоп. Просто сейчас ни к чему. Мы слушаем сюжетки, озвучку и все такое. Музыка сильно сбивает. Вы заплотали, мил человек? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы по утру странникам помогли. И вам поможем. Офигел. Хамло. Ну его с жабы сожрало. С цветами. Искатель, не убивайте его. Где каменная плита, которую вы нашли? Отвечай. Святоша, нас о тебе предупреждали. Спаси меня. Тогда я отвечу. Каменная плита. Помоги. Святой Руфион. Что за хворя не принесли в эти земли? Я думал, у нас есть время. Но я ошибался. Надо предупредить его святейшество. А вы найдите этого Кахара. Короче, Кахара-то их главарь. И плита у него. Кахара-то их главарь. Кахара-то их главарь. Кахара-то их главарь. В чатике народ ругается. Русские не умеют озвучивать совершенно. Блин, а мне кажется, озвучка шикарная. Дай к старику поглядеть. Это место я узнаю. Как не узнать? Руфинитовые копии. Отсюда по юго-восточной дороге полчаса ходьбы. А коль ноги здоровы, того меньше. Мы в детстве каждый день туда бегали. Лазали по мрачным шахтам. Никакие страшилки про чудища из темноты нас не пугали. Мальчишки. До того долазались, что Теона, нашего младшенького, подземный форх утащил. Только ботиночки остались. Нормально. Это в данж. Заход первый. В данже можно, наверное, включить музыку. Хотя посмотрим. Ну, тоже, я не понимаю, что докапываться-то на самом деле. Озвучка нормальная. Хотите похейтить, можно вон рассказать, что там, о, донатом. Мы от доната все умрем и все в таком духе. Тут хотя бы никто и не знает, что с этим донатом будет. Озвучка офигенная. На харде пройдем. В соленово. Даже корейцы в шоке от вас там. Что-то взял, что корейцы от чего бы то ни было вообще в шоке. Кто вы эту информацию черпаете? Вы говорите по-корейски? Сидите на их бардах. Тебе нормально пробивают, к слову. Футболки нельзя расслаблять. Ага. Они просто, вот иначе, вот так тебя в углу зажимают и за секунду убивают на харде. КОНЕЦ Такая экстремальная проходочка. У меня пока нету пета, который агрит на себя. Мася. Да, двигается она куда медленнее, чем ДХ. И посложнее будет пройти, чем ДХ. Пока жабных поделочек. По-другому собираем. и и и и на корее бы херу вернуть но я помню босс в этом данже они и поворотливые убили по мобами сложнее самый первый данж а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Ну и как ты миму бьёшь? Пять элитка с красной Ну он её прям ошламляет Куда он и большие на спилах Кеномаг Рубинит для покупки всяких интересных вещей Там есть отдельный магазин Да, вот это я забываю, что она кастует не там, где мышка А там куда он мордой повёрнуто Что не сильно удобно Субтитры делал DimaTorzok Так Так Не выбрал у сада пассив Выбрал вроде А, да, действительно не выбрал Да, конечно Наркан Субтитры делал DimaTorzok Блин, мимо. Идти не последний, фига. 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 Идти не последний. Идти не последний, фига. 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 Идти не последний. Идти не последний. Продолжение следует... 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 Думаете, победили? Все сдохнете. но потом там на двадцатом космонов больше станет поудобнее там хотя бы будет мозг на ага нам нельзя медлить в смонку трагер за мной искать станет попроще значит а говорили по любому оружие да ну ради фиолетовый шмот нет он дамагер д.д. дать самый первый стартовый данжик небольшой а 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 ну то есть вот мобов она разносит просто на раз-два если выдает проказ но проказ куда он больше у него так потом и будет у него есть очень мощное заклинание там можно именно как мага и собрать очень из такого сильного мага с очень сильным прокастом плане альфа дамага смотрит самый большой альфор у нас там криты по 19 тысяч по 25 я помню давал а другие классы там от 10 к мечтать не могу но медленно все это делается медленно а и а и и и и Демоны повсюду Я просто классно смотрю, сюжетку изучаю Я вот на русском игру не видел, мне интересно Послушайте Что тут у нас? Мне капта не столько интересна Я уже их брал от капта несколько раз Из-за суммонера, из-за детства, из-за детства, из-за ДХ Где чертовы жрецы? Спасите жрецов! Они укрылись в соборе! Стой! Стой! Ля! Стой! 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 Ля! Вот так вот Нет Масс-замес это максимум 16 на 16 Сейчас глянуть что-нибудь там спектр пишет Масс-замес это максимум 17 на 16 Стой! Так, сейчас кумпсу. Смотрите, что там пишут, а то я смотрю, у меня в скайпе два сообщения, в этом в телеграме сообщение 20. Скажи, что это просто страшный сон. Этот скилл, по-моему, один из самых удобных. Прикольно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забор, помогите жрецам ДимаTorzok Нет, кнопку бить всех нету ДимаTorzok Пташки лютый скилл, конечно, он прокачен Он не восприимчив Ко всем негативным эффектам Ну и с ним быстрее намного эти регейтсы Сверк Сверк Можно даже два Остановись, демон! Как грубо А волшебное слово Ты ведь жрец Ваше святейшество! Еще один Может, молитвой лучше получится? Демону не место в священном соборе! А-а-а-а! 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 Впечатляет Дерон в рясе жреца Интересный поворот Вагоняют меня Хотя и тебе не место в священном соборе Священник-демон на самом деле Это ваше святейшество Я в порядке, Аман Увы, только я Мне так жаль, ваше святейшество Наши братья погибли, выполняя свой долг Я мог их спасти То, что вы увидели, Искатель Иным из нас предстоит смирить внутренних демонов Если мы хотим победить демонов в Ветрании Не позволяй сомнениям отравить душу, Аман У нас нет, а это правда Демоны уже ищут ковчег Злые демоны Сейчас не время для расспросов, дитя Нет времени объяснять Так, давайте запустим голосовалку За кого дальше продолжаем ДХ все-таки Или Суммонер Сейчас Машинатор 3000 Стартуем Один или два пишите Соответственно, за ДХ или за суммонера За кого дальше продолжаем За кого вам интересней Проснись и пой Уже полдень, Соня Протри глаза и бегом в собор Господин Аман тебя обыскался Пока лидирует ДХ, я смотрю Демон Хантер Та же самая птичка, которая была Но она прикольная На триподах Да ладно Суммонер вырвался вперед Только что ДХ его опережал Был 36 на 28 А тут Суммонер на 2 Опережает ДХ Я смотрю, народ прям 50 на 50 И тут-то Да вы издеваетесь Многоуважаемый чатик Вы что, прикалываетесь? Почему вровень идет? Последняя минута Голосование 43 ДХ 44 ДХ 47 Суммонер 45 ДХ Ты погляди А меня без запятку цапнул 52 на 52 53 на 53 30 секунд 54 на 54 Да вы прям вообще издеваетесь Ребята, вы специально что ли? Я не понимаю, серьезно 55 на 55 56 у суммонера Чей-то голос станет решающим 57 у суммонера 56 у ДХ В один голос разница 57 на 57 59 ДХ В конце Демон Хантеры вырывают Победу Ну и было забавно За пятку цапнул Ладно, ДХ я сразу планирую на релизе играть Так что Сейчас Очевидно, что я в основном буду на нем играть Второй тур Это как? Граф За демон За као продолжать Демон Хантеры Или За суммонера Вчера за ДХ играл Сюжет уже Тяжело дышать Понял, так скажем До этого момента Новый скилл ДХ мне дали Че у меня с прокачкой сейчас На револьвере прокачка И на этом Она ДХ надо оружие Постоянно Слопать Дробаш Урон наносит Не этими умениями Дребаш Наносит Я играл дробашом Дробаш наносит Вот Железным аргументом Урон Потом Дробаш Наносит урон Стрельба По-Ардентайски Дробаш Наносит урон Вот этим Мгновенным Приговором То есть Все умения Они позже появляются Которые основные На дробаше Рад что вы целы А вот Фозер Палмер Рован Мы с Гарсом Хотим вынести Их тела Простимся с ними Как прощаются С героями На закатном перевале Что думаете Выживем мы в той пещере Я помогу Не стоит Гарс лучший мечник Во всем арт-эмиссии А я не просто так Стал капитаном Мы справимся Да Совсем забыл Пока вас не было Мы поймали у моста юнца Хорошо мир ты его заметила Не то был бы уже Среди Переродков Он Все крестом Размахивал Делберту Синяк под глазом Поставил Так рвался В Ленхольд Письмецо Жрецам передайте Мы его накормили И отправили обратно В Легрийский монастырь А письмецо Вот оно Передадите Кстати надо название Стрима поменять Я уже не суммонер Играем Если выступит я Чувствуете искатель Свежий горный ветерок Скверно отравлявшая эти земли отступает Спарангии чахнут А на их месте распускаются гелиопсисы Капли солнца Так кажется их называют в народе Помните я предрек скорую смерть этим солдатам Возможно я ошибся И мне удастся их спасти Это письмо от лекаря Не могу разобрать почерк И спрашиваю помощи жрецов первозданного света Во имя спасения всего сущего в Артемисе и мире Ибо близится всеобщая погибель Панакий монах Леогрийского монастыря Где-то я видел это имя Да верно Книга знахарей У вас поразительная память Искатель Не лепится какая-то Если этот Панакий пережил второе вторжение Ему должно быть Впрочем это не важно Если жрецов нашего ордена просят о помощи Мы приходим на помощь А я можно сказать счастливчик Есть острова с пвп ОБТ в конце года Скорее всего Графт Их тоже не заставляешь Попробуй понравится Играешь не понравится Не играю В чем проблема Через те кусты Лучше не ходи Напросился я с дядюшкой Анорио В Юдию Месяц готовился Дорожный плащ выбирал Котомку побольше сплел И вот Это ж надо было так Живот у меня прихватило Прямо в пути Ну я съехал на обочину Кусты приметил А как закончил Бааааа Ни одной живой души в округе Караван-то ушел Просрал ты свой караван А я дороги не знаю Еще и темень такая, что низги не видно Как теперь быть? Надо найти торговый караван Ах ты собака Мой племянник болван Первое правило торгового каравана Семеро одного не ждут А только что теперь? Нет больше каравана Сожгли, ироды Все сожгли Даже оглоблей не оставили Говорили мне люди, что дорога стала опасна Не послушал, поскупился на охрану Будь при нас десяток солдат с мечами Лежали бы сейчас эти разбойники в сырой земле Но скупой, как известно, платит дважды Нет, под геймпад нет настрой Сligно Слых Под геймпад нет настрой Добавил Слых это рутони чат программу и главаря шейки прибить а подкате да какие сейчас ему подписки то грамм выходит кроме ff14 получение маунта за донат это отличная от подписки вещь или нет граф то есть это донатная хрень получается да если есть маунты за донат что не пойдет не поймет куда выкидывать все здесь появится не успел нет никакого бонуса за них не дают нет я не собираюсь играть в аркейдж для меня эта игра старая граф так и не ответили шкатулки музыка шелка ковры и гобелены все сожгли в детстве отец будил меня до рассвета усаживал на вьючного мула промеж лантухов и мы шли на восток в сказочную юдию где пелоснежные горы сливаются с облаками везли туда мед и пряности ткани и шкуры а возвращались с мешками туго набитыми солью о еще есть ключики андрей как много на обратном пути отец всегда сворачивал легрийский монастырь монахи принимали караван с большой радостью угощали хрустящими вишневыми пирогами самыми вкусными пирогами в мире а монастырские стражники сопровождали нас до самого перевала где они теперь добрые стражники нету больше добрых стражников десяток как разыграем андрей да и часть за массив коина разыграю а часть среди сабскрайберов пришли в пм в общем с пометкой эти для сабскрайберов эти за массив коины ну в ла-2 был рмт смысл бесплатно смотрим дай компенсации надеюсь целитель аман найдет лекарства от этой хвори в смысле фильме асакоин ты вчера за них купил ключ за 70 мясо коина как они не мясо анимайся минтаж красивых стрелок живут жить будем не начисляется на этом стриме пока у рутони чат проблем на этом стриме комплекта не считается тупит рутони чат а 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 чего требует от нас монашеский обед быть утешением для страждущих когда не совет знахаря не сила лекарства не способны их исцелить обед требует незреть телесный недуг ибо мы печемся о спасении духа но какой нужен дух чтобы не сломиться когда невинная малютка вся в струбьях и язва хватается за край твоей мантии и жалобно зовет папочку а ты знаешь что его больше нет этот мужчина он кричал так долго и так люди так не кричат наш монастырь превращается в скудельницу стены его порастут фитронийским хвощом как поросли им окрестные угодья и только мертвые будут бродить по мрачным коридорам кстати буду надо тут т добавить печатка чё не пляшут вы чё пляшете мы не должны терять веру монастырь переполнен страждущими как андрей скажет так и разыграем не начисляется сеть на этом стриме потому что опять твич сменил алгоритмы чат сейчас не видит подключенных зрителей ну ты все мы не должны терять веру монастырь переполнен страждущими поступай на юг брат элвин позаботиться о тебе арт майкер честно не очень помню по-моему мы на корее покупали за деньги аккаунт честно не помню андрей вообще гады чумные я реально не помню не хочет человека обидеть если он реально помогал но я не помню больных становится все больше с каждым часом что аккаунт у нас всегда были платные мы за деньги их покупали на корею это факт помогал ли кто-то найти у кого купить я не помню честно но мы всегда покупали больных становится все больше говорят зараза говорят чума повсюду смотри по сейчас андрей напишут гады чумные за каждым кустом скрываться могут напишет как разыграем ключи то есть сколько он на что даст на какой розыгрыш наташ на завтрашний стрим еще оставить что-то не а и и и и и и и Девушки отдыхают... да ладно нормальная скорость геймплея дыха отчатки немножко призрачу кнопочкам опять начну бахать за него да вполне интересно интересно наблюдать мы искатель искатель не потому что ищем и потерянный ковчег потерянный ковчег нужны поскольку демоны вновь пробудились демонов забороть можно с помощью ковчега он ли я знаю да тут действительно здесь есть область 9 могло проще набить моргус а а а а а а а а давай берем не знаю дыха мне кажется геймплей достаточно динамично не уступает уж точно всяким аватаром все накоины на сабы это андрей на два дня до на два дня андрей правильно и на сегодня и на завтра то есть половину сегодня половину завтра до завтра с утра у меня стрим чё shark не поставил что мы там же обсуждали этого магистр там писал все стрим 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 они должны были поставить тогда пятьдесят пятьдесят с тем чего им сегодня половина завтра до сегодня не было стрима у меня по расписанию граф начинает бизнес свой мутить он их покупает по 20 рублей рублей мася коины продает по 50 монастырь переполнен страждущими прикинь позаботиться о тебе задница какая короче видимо так андрей 50 на 50 ключи мы не должны терять половину сегодня разыграю половину завтра и так друзья сейчас розыгрыш строим или чуть попозже один ключ будет сейчас в чате от андрея сейчас хотите ночь сейчас это забираем хорошо начнем с розыгрыш с абскрайбером с наших платных подписчиков я уверен господа наши платные подписчики просыпайтесь активизируйтесь рутони сегодня хоть и сбоит но позволяет вполне разыгрывать и голосовалки вести хочу ключ так мы не должны терять веру захват окна с розыгрышем секунду все было максимально прозрачно и честно итак вы видите перед собой окошко видите что надо написать спасибо аека это только для платных подписчиков а я к спасибо за подписку мы не для сабскрайберов только twitch сабскрайбер конкурс для начала начинаем сбор twitch сабскрайберы пишем в чат хочу ключ потом рандомно среди вас я выберу с помощью программки пишем мы не должны терять веру хедвик я вчера говорил что будут еще ключики у нас андрей нашел я сегодня за мастикой уже это раздавал тоже ключ да опять настя опять отвечу нас ключ не нужен ты не пишешь нужен смотрю ребят если у вас вы не сабскрайбер не платный подписчик то к сожалению нельзя это альфа это альфа ключ на альфу потом когда игра выйдет за бт ну что-то по длине чем пять дней я сделаю это оформление под нее сейчас на сформление подошли еще не должны его поменял на этот месяц с морской шай там я уже попугая добавил вот надо будет для ласт арка такой же у нас так мало подписчиков платных в чате ну это вообще халява считай на шару раздаем да как раз идет скидка с октябрь как раз идет скидочка на подписке мы не должны терять веру для бесплатных есть за мастикой на так погнали тогда разыгрывать всего пять человек ребят шансы выиграть колоссальные не знаю и так 3 2 мы должны терять веру алека 934 о парень не растерялся подписался выиграл ключ аеку отправляю ну это рандом тут я тут мои полномочия все мы не должны терять так аеку получил чате все отлично давайте еще одного победителя на сегодня 3 2 1 пуск на нет настя нафига тебе ключ ты не играешь в лоу старк ну настя отправляю ключик мы не должны терять веру ну dark 7 еще завтра буду разыгрывать еще завтра буду разыгрывать не волнуйся осталось да у 3 человек ну град с настю насть я тебя целая ключик рандом говорит всегда против меня выиграла ключ у неё звук лагает она бедолага сидеть веру так отправляю тебе ключ насть pm на твиче напиши получил не получила все в порядке мы не должны терять веру за для обычных фолверов у нас есть за массе коины он сегодня саптима просто за массе коины купил ключ он дал давно смотрит стримы и соответственно за массе коины за 50 по моему массе коинов или за а за 42 за 42 массе коины он купил ключ должны терять веру сейчас будет два ключа давай настюш отлично сейчас будет за массе коины два ключа сейчас секунду окно поменяю ранги чтобы вам видно было господа 20 массе коинов стартовая цена мы не должны терять веру граф 30 массе коинов граф предлагает предложить ли кто-то больше 30 массе коинов за ключ масса коин это то что ты получаешь просто сидя на стриме ты сидишь на стриме один час сюда ты получаешь один массе коин ну как twitch drops короче системы кто-нибудь предложит больше 30 массе коинов мы не должны бесклицательный знак эмси команда нет массе коины это не донат это не рубли только время просмотра стрима влияет много новеньких я вижу кто-нибудь больше 30 массе коинов предложит или граф забирает мы не должны терять веру да ладно сегодня 44 предлагали 35 предлагали андрей звонит андрей ты чего звонишь а андрей пишет ключи не активируется не разыгрывай все я понял мы не должны терять веру так погодить погодить там что-то с ключами тогда подождем сорян да нет андрей-то у мэйлов берет ключи все нормально сейчас он разберется ну ничего страшного отложим мы не должны идти как будет все нормально андрей напишет мне и мы разыграем сейчас мы разберемся с активации этих поступай на юг еще пятеро и это всего за полчаса у настоятель или мера же терпеть он еле на ногах держится а он все это специально знакомься указать их кнойные раны молю уговорите его хоть немного отдохнуть а мы с братьями приглядим за болящими и господин аман нам поможет он обещал тогда продолжаем пока играть монастырь переполнен как только андрей разберется мы продолжим болезнь позаботиться о тебе ребят мои худшие опасения сбываются искатель мы думали что выкорчевали заразу но она пустила корни слишком глубоко и разрослась как фитронийский хвощ аека не волнуйтесь настя вы ключи точно получите все будет нормально если не эти активируются то я вам другие пришлю все будет в порядке потерпите андрей сейчас решит вопрос а вы найдите того монаха панаки помните тогда у сокрытого источника и назвал выдумкой теперь он наша последняя надежда тот который пережил второе вторжение монаха страждущими брат панаки у нас блаженный нелюдимый с некромантическими наклонностями как выяснилось люди еще дышали а он их везде ощупал осмотрел и как забегал по монастырю словно оглашенный всю ночь в своей келье и скребся а наутро пришел к настоятелю и говорит выдайте мне меч и доспех а лучше представьте двух стражников я всех болящих излечу только доберусь до хребта гелиска так не дают mail стоп включение дают настоятель вздохнул а стражники покрутили пальцем у виска панаки и ушел по мельничному тракту в сторону заставы ладно бы один юродивый что с него возьмешь так за ним еще и послушник рогальд увязался массе не кусайся хочу такая массе не быкуй монастырь переполнен страждущим мы их разыгрываем просто ключики тяжело если ищешь монастырь каждый день кого-то сжигаем сайт квестик прочитать надпись на гробе дан при слову леглась и пытаясь подвинуть она кусается натурально дерется лапы бьет мазь сухами кусал ей поесть утра ходил принес себе не принес ей принес она задница кусается не кнопка skip есть но я читаю мне интересно да вообще неблагодарное животное видимо еда за массивкой не появляется это все весело а а а а а я я я я я спасибо кензи кензи сенпай граф подарил подписку кензи а чё ты себе подписку не делаешь граф у подписчиков массе коины на розыгрыш удваиваются подписчиков массе коины x2 на розыгрыш поэтому и покупали за 70 массе коинов за 40 там за 50 то двойные массе коины были принципиально не подписать а до заговорил кензи теперь довольны с подпиской кензи и ста и стана работяг перебрался стан подписчиков да теперь ты пухлая розовая панда смыть все-таки дизайн монстров жуть так на 17 у нас отход прикрытием тут мы пока а не хватает а нет тут мы как раз качали все что надо надо револьвер качать револьвер д целый на второй трипот на револьвере возьмем задницу плани игра слов но я тут же качал блин я не первый раз играю я знаю чё качать дыха на каких скиллах у них основной дамаг кричи до 100 стандарт скилл даже не добрался дамага а и и и а идиот чуть не рипнул что-то а пистольный такой си гранат тоже специфическая прокачивая нужна в камеру и рога льду не зря он граф подписал через кордон а я пошел вперед чтобы не терять время а как-то граф граф подписал я все спасибо игра искал записи прадеда за подписку у нас на следующей неделе я обязательно покажу demon x машина и обязательно покажу grid fall и я придумал что мы сделаем мы вот эти три игры а еще блин а как мы игру будем проходить вот граф нужен твой профессиональный совет я надеюсь андрей попинать чтоб он достал нам не но куни на русском на свитч первую часть переиздания и links awakening который выходит и вот надо решить какую из этих игр мы будем проходить потому что я не знаю вот какую блин они все офигенные и astral chain я начал проходить уже я я очень хочу links awakening пройти на свече ремастеринг я хочу обязательно пройти но не на ту я могу для себя даже поиграть а вот grid fall вроде будет клёвая игра игр куча просто куча времени 0 я бы уже показывал дэмон x машину если было него ставки при этом буду там патчи тоже выходит великий океан час манас добавили ну короче дофига всего все прямо одно на одно накладывается дэмон x машину думаешь не стоит стрим делать если сомневаетесь вот почитайте сами мой прадед был простым травником жил отшельником в срубе у самого подножья хребта собирал в здешних пещерах змеиный лен дикую тортулу ядовитую мшанку ими победил фитра низкую язву да он не был ученым мужем я первым в нашем роду принял монашеский сан но он был смекалист и по-житейски мудр хвори это не страшнее перх перхать перхоты надобно только перетерпеть пищ перетереть пещерные травки в кажется и обмазать он и гнойники коли защиплет терпеть нт яд змейные заразу травит яд змейный видят боги в сказаниях об агилиске больше правда чем людского вынесла все кончено а дмнx машину ну тогда можно на нее подзабить игрит пол показать 10 сентября он как раз выходит у нас игра есть уже я вот тогда грит пол покажу и будем выбирать пока линкс эвакенинг по моему в двадцатых числах да чё на харде пойдем давай попробуем пати найти уж найдем какую 21 у меня тоже неделя астрал чем я сейчас на пятой главе не знаю сколько в астрал че не всего глав ключи пока потерпите ребят часто мандре все сейчас порешает шандрей фулл прохождение не но куни у меня есть уже на youtube канале когда гары еще был молодой я там есть полное прохождение не но куни но я сайды делаю а то есть я на пятой главе там 8 глав ну то есть ни один восьмичасовой стримы я в целом игру пройду у нас пройти астрал чейн тогда закрыть обязательно чем не осталось там восемь часов меня к лиде эти собраны легион уже все кроме чувака с большим мечом не дайте ключик в пазязи у нас не работает народ чего в обычной что ли не понимаю стоит в поиск что за фигня чё не на хард что ли стоят блин хочется просто показать группа народу очень мало на героический режим погнали я в блин соло пройдут героически но нам все не 40 евро предлагали но мы их только разыгрываем я только за массе коины отдаю а еще код вейн выходит мне код вейн кстати очень понравилось граф канал в игре они с автоматически создаются когда народу много в локации они дополнительно создаются там вплоть до 40 7 каналов доходил на корее я видел блин с одной стороны да но если выбирать между код вейн и линкс эвэйкенинг понятно что линкс эвэйкенинг топовый но код вейн тоже офигенная игра она не хуже вот мне кажется чем астрал чейн будет да ладно я могу соло затащить это все таки не руина мараи народу очень мало очень мало сервер не заполнен низкая нагрузка на сервер а я в демку поиграл вообще бомба граф мне очень понравилось я демку стримил часов шесть мне код вейн очень понравился мне годы тар напомнил который не смог доиграть потому что народу мало смотрел и все такое а чем банки тратил аккуратно пощелка кстати банкет у меня уже новые должны быть крохотные флаконы больших пока не туда так шлифма кулдаун нет обожаю за счет этого дыха просто люблю прям вообще скилл и огонь он и движется достаточно быстро совесть и кульбит прокачивать сейчас все нормально скилл эндробовик появится вообще будет весь но он до мага насыпает просто ураган это я на герой прохожу в соул раскола брони что у меня еще есть очень хорошая прокачка на живучесное уклонение дыха а а а а а а а а ну кстати вот вы суммонеру уже успели посмотреть как вам дх в сравнении с суммонером суммедитативный а 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 Субтитры делал DimaTorzok И все Ля какой хонит Да он говорит Сумонер ляска Когда коня выпускает С этого угорали Начало стрима Вот эти данжики Они такие себе Что потом руину Мара И топовую падет данжу Так, один их хоть не добил Лаву Субтитры делал DimaTorzok Еще и Ильи Субтитры делал DimaTorzok Рядом с рано пробивали Что-то надо уничтожать а эти надо пещерные скверные цветы я там поставлял еще нормальная пузик у нее белая блин чудо ты пант видел они двухцветные и пузико белая а значит там не уничтожил хотя ладно кого я обманываю то памперсы ты еще молодая панда потому старых пан там панда бэтмен и панда супермен я хочу панду спейс марина как у меня у меня панда на гохе не спейс марина у меня прям вообще грей найта серого рыцаря из влахи панда Блин! Играет музыка. Играет музыка. Легонький. Тут сложных и нету. До 50 уровня данжей. Нет, она не конкурент БДО. Однозначно. Игра вообще другого плана. Играет музыка. 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 да я весь в игре привет нет привет ничего общего с пою вообще нет ммм игра есть мирные профессии крафт и все такое спасибо шинрентен спасибо за подписку модную шляпу выдал мм 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 м разного жанра с одной стороны но у старт по-своему клевая бы до по-своему я не знаю забросил бы я буду ради лос-тарка нет буду ли я играть лос-тарк однозначно эта игра нравится точно так же как я например нельзя сказать что там я забросил вдоб потому что поигрываю в тфт я регулярно в тфт играю мне тфт нравится где вот это уже становится интересной такие механики а так то есть надо по-разному сужаются круги надо ставить на определенном пути расстояние а а а а а а блин когда я кульки у касту и он язык это дает его вернуться не успеваю давайте еще раз и просто убрали КОНЕЦ Все ради фиолетовой шапочки А, шахраму можно точно на столб его Панул Да были уже ключи, сейчас Андрей разбирается еще с ключами Так, вот это дали скилл Отход под прикрытием Нормальное умение Но я бы хотел иное Тройной залп И вот следующее умение дробовика на 20-м оно бомба Это нечто другое, ребят Это ММО Диабло и Пой все-таки не ММО Тут и гильдии есть И все на свете Смертоносный яд приносит исцеление Слова безумца, не так ли? Но видят боги устами безумца в глаголе «т истина» Я думаю, во времена второго вторжения Яд Агилиска еще питал землю и растущие на ней травы Да, но и ноль контента для них Моя турнира панахи излечился Остается надеяться, что за столько веков яд не утратил свои силы Не знаю, когда для всех выпустят Не знаю Есть осады, войны, гильдий И так далее Теперь осады добавили в игру в Корее Тут да, ты в миру игроков встречаешь Тут есть острова с открытым фри-пвп То есть это полноценное Да, осады 16 на 16, но тем не менее Да и ММО, игра про данжи Прочую фигню Замок, владение замком Что именно дает замок, я не помню Там какие-то специальные бонусы Наклон Бескрайние соляные просторы Поросшие с аксаулами верблюжьими колючками Такое описывают Юдию путешественники и торговцы Сложно поверить, что когда-то там были цветущие земли Расспросите Алида, Искатель А я поблагодарю брата Панакия Он ведь уже вернулся? Только не говорите, что он пошел за вами в хвост Агилиска Да приводит с тобой Руфион, Искатель Настоятель прав Много веков назад мои предки пришли в эти земли из Юдии Они долго скитались по миру, прежде чем нашли здесь новый дом Хотя, моя бабушка никогда не считала эти места домом Каждую ночь, укладывая меня спать, она приговаривала Спи, Олетт, спи Пусть тебя убаюкает соленый ветер Однажды он приведет нас домой Наверняка она рассказывала что-то еще, но я ничего не помню Быть может, те, кто все-таки вернулся домой, знают больше Теперь нас отправляют в Юдию И вот там будет уже один из первых топовых данжей Ну, топовых в плане дизайна Обожаю руины Марати Чумным ходу нет Что у нас, кстати, Андрей с ключиками Тишина Или есть инфа Например, оружие Спасить Субтитры сделал DimaTorzok Да, это Lost Ark Путешественники говорят, что соль здесь ядреная, что загорская брашка А она, по слухам, конские копыта разъедает Брашку я никогда не пробовал, ни загорскую, ни какую другую Но начинаю верить, что это правда, мой тафун встал на дыбы и дальше ни шагу Господин Амрит согласился отвезти беднягу обратно на заставу за скромную плату Я ведь обещал Эдмару, что будет заботиться о вороной бестии Дойдем до первого поселения от Рам, справимся о местных скакунах Кабайцы все-таки кочевники, не могли же они пойти полмира пешком Тю, какая у вас обувка, разве так можно с такой подошвью, да по солончакам Вам бы набойки из панцирей бронизавров Понятно, они тут специальную обувь используют Вот это прикольно локация А в следующей будет тут уже руины Марайи, в следующей локи Мне память не изменяет Да Искатели Святоша Дэрон, прям таки соль земли Присмотри за ними Шайтар Птичка-шпион Подстрелить, сволочь Я его вижу Милая шахта великодушно предложила мне горшочек супа, последний горшочек В лагере со дня на день закончатся припасы Этим людям не донуж странников-искателей, они сами нуждаются в помощи Их деревню сожгли, родных убили или взяли в плен Как обычно мило Мы люди мирные, простые солевары Знай себе, выпариваем соляной раствор Рассол, пока кристаллы на Црене не заблестят А Црен это сковородина такая железная Ее рассолом заливают и над очагом вешают Вроде как в шахте вешают котелок над костром У нашей деревеньки таких полтораста было, оттуда и название Теперь видите, ни одного нет Разбойники все дотлас ажгут Только соляной пепел остался В наших краях контрабандистов всегда полным-полно Сами понимаете, соль товар ценный Да это разбойников никуда не денешь Всегда ограбили, мы к этому привычные Но тут они словно с цепи сорвались Семерых зарезали, а половину деревни увели в плен Всего ничего у нас осталось Но мы надежды не теряем Устроили караул и каждый день обходим окрестности Вдруг кто из наших выжил и с плена сбежал Они же про лагерь ни сном, ни духом Вчера вагир с катаром караули, сегодня юмар с ноши Понятно А тут мало озвучки в этой локации, да? Ну я основной квест только читаю Второстепенно я не читаю Да я уж честно говоря кушать хочу Я с вчерашнего дня ничего не ел Можно ее скрыть Если очень хочется ее можно отключить Так нажимаешь Все Да вы неплохие от нас такие Крепенькие твари Стоп Не туда Вот сюда Дайте правильно что лучше Урон по нарастающей Или Или же Вот этот Что появится Да примерно тош на тош Он может вообще вот этот слайд взять Ну там есть помимо того То что у тебя есть несколько пресетов Сбрасывать да можно Итемка есть специально Ну и плюс можно новые открывать пресеты И просто прокачивать И еще все скиллы можно попробовать будет В этом в триподе Ой Тризи они На это Давай шапку бить Давай шапку бить А она только сильнее разгорелась Эти гады как повскакивали Как бросились на него Хорошо Ноши у нас сильный Ноши у нас сильный Недаром главный соливар Одного толкнул второму шапку В глаза бросил И как побежит Я думал ко мне Ринь сам в другую сторону Припустил Растерялся наверное А как тут мне растеряться Не знаю я где Он Ох Ноши Понятно Нет Люди тоже есть Основной Это нужно 20 апнуть Блин на 20 самый смак Такой буст Идет Но сегодня я ее вряд ли апну Сейчас пойду кушать Вот да Да я все Недооцениваю Дальность этого умения Мабаф Что он на самом деле Очень дальняя Жутко Ну он типа спусковой крючок Быстро быстро шмет Амфир нет Он не представитель Моего Да проигру уже вопрос Способ нет Основные вопросы Когда поиграть можно Большинство Ну это основной вопрос Который людей заботит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да замучивает они Самые бесячие места Потому что они так и будут бежать И ты не можешь никак выполнить Задание Я понимаю Есть такие вот Места Раздражающие Не успеваешь Убить Мы все умрем Убьем донат Блин Нормальная игра Играешь пока Нравится Я вот не парюсь Убьет донат Не буду играть В чем проблема Че раньше времени плакаться Убьем донат Убьем донат Убьем донат Да блин Тут короче Какие долгие Унылые рассказы Этого Ноши Они не озвучены Переведены Убьем донат Продолжение следует... Так, расправиться с разбойниками 0.15. О, они не плохие, плохие. СП пока побережу. Для 20-го там много чего надо. Продолжение следует... Ну, не знаю, Андрей. Я не знаю, как это работает, подсвечу тогда включить рану. Так, от этого поединица... А, это вышки уничтожили. Ну, не знаю. Ну, сайт... Квест вообще дополнительный. Тут они душные. Фри-то-плей игра будет. Как и на Корее фри-то-плей. Так, ну, вроде все. Теперь надо дальше идти. А завтра тогда начнем утро с самого офигенного, одного из самых офигенных данжей в игре. Руины Марати. Руины Марати. Это вот, блин, с гоблинцами. Клевая штука. Игра убога выглядит? Ну, не знаю. А мне нравится. Как браузер по-моему. Подскажите мне браузер, который так выглядит. Я поиграл бы. Да все нормально это, ребята, из-за новых. Хм. Хм. Крепкий деревяш. Дижец. чтобы бронезавра нужно еще бронезавров убить еще парочку бред шел батон а скинул ключики то есть я все таки будет розыгрыш но отлично так тогда ключики нашей насти и айка меняю айка ключик новый отправил настя ключик новый отправил проверяйте работает все спасибо и пишет отлично ну и настя тоже новый отправил она просто не подлагивает но она в теме что ж у нее тоже лежит как и обещал давайте для начала розыгрыш замазь коины вы ждали граф там не убежал еще то будет ругаться что пропустил замазь коины розыгрыш итак друзья сейчас хотите ли чуть попозже возможно итак граф стартует торги за массе коины с 30 с 30 массе коинов граф дает кто перебьет ставку 30 массе коинов за ключ сиротина 19 массе коинов фига себе 3 фарт фарфам 59 нормально кто-нибудь готов перебить ключ на альфа тест л imitation сиротина 19 массе коины校 вставка так 1 Слушай, большое сообщение Не успел прочитать у ТВ, потом обязательно Прочитаю А не только Этот стрим не начислялись Но это для олдов Так 30 мася коинов раз 30 мася коинов 2 30 мася коинов 3 Ключик уходит К графу С графа списываем, поскольку он подписчик 15 мася коинов Подписчиков мася коина идут И у графа их остается 14 Ну и с удвоением 28 Так Сейчас графу отошлю Ключик Подписчиков мася коины удваиваются На розыгрышах На розыгрышах Сейчас, где граф-то писал Вот он граф Личное сообщение Итак, ключик Ключик графа выслал Мася коины даются за время просмотра стрима 1 час, 1 мася коин Все просто Но у подписчиков Х2 идет То есть, если ты подписался У тебя идет Х2 мася коина Да Итак Следующий ключик 10 мася коинов Стартовая цена Следующий ключик Кто даст 10 мася коинов За ключик ДХ достаточно сложный Джаз Джима дает 10 Сиротин 11 Кто больше? Фрайды 26 мася коинов ставит 26 мася коинов от Фрайдая Кто больше? Игра весит По-моему, около 20-30 26 мася коинов от Фрайдая Дозоров 30 дает 30 мася коинов от Дозорова У него 34 есть И он не подписчик Сиротин У тебя нет 27 Кого ты обманываешь У тебя 19 всего 30 дозоров Кто-нибудь больше? А ты не подписчик Только у подписчиков Х2 Итак 30 мася коинов до Дозоров Раз 30 мася коинов Дозоров 2 В смысле Фрайды Ты 60 мася коинов? Или что? Есть ли у Фрайдера Столько мася коинов? Да, у него есть 52 мася коина Удвоить ты не можешь У тебя 52 Поскольку ты подписчик У тебя 52 мася коина Сколько ты? Ты удвоить не можешь, но Сколько ты ставишь? Назови Ключ в альфу Разыграем 52 мася коина 52 мася коина от Фрайдея 52 мася коина раз 52 мася коина два Никто не перебьет Катя может перебить 52 мася коина 3 Ключик уходит Фрайдаю Первые ключи вообще по 70 мася коинов уходили Сейчас уже народу мася коины позаканчивались Списываем у Фрайдая мася коины в 0 Монетки он лишается У него теперь Он Теперь обычная работяга Без мася коинов Но он получает свой ключик Фрайды получает свой ключик Завтра Еще будут розыгрыши Ребята, если сегодня не выиграли Не расстраивайтесь Завтра еще будут розыгрыши Олигархи в мася коинах у нас заканчиваются Как вы видите Уже граф всего за 30-ку выкупил Мася коины это Наша местная валюта Которая просто дается за время просмотра стримов Ты смотришь один час Тебе дается один мася коин То есть Катя просмотрела 39 часов Моих стримов Поэтому у нее 39 мася коинов То есть все просто Что ж Поздравляю Фрайда Восклицательный знак MC команда Но сейчас он глючит Это к сожалению За этот стрим не начислялись Там Твич опять сменил алгоритмы Но Рутони чат за день правит А так у нас эта система Уже в мася коины Существует Почти месяц Мы маленькие легенды Уже разыгрывали за мася коины Сейчас разыгрываем Вот ключи в альфу Еще в BDOT кое что будем разыгрывать То есть Фрайды довольны Что ж ребят Наверное на этом на сегодня закончим Я пойду наконец-то покушаю Скоро у нас будет стрим шарка Он по-моему Что-то интересное стримит А может и не очень Не уверен В общем Не скучайте Скоро подключится шарк Если не скоро То 18.00 100% Подключится А я наконец-то Пойду перекушу И завтра Продолжим игру Завтра новые Прикольные скиллы Завтра руины Морайи Давайте Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok